Девушки отдыхают Так и зверья сразу меньше стало Только собак бродячих развелось Слышишь, что это они в чащу забрались? Дай-ка я их угоню Вот дела Звони в полицию Говорил, жена, оставайся дома Зря не послушал Звони в полицию Звони в полицию Звони в полицию Алло, полиция Звони в полицию 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 Гнида Всегда такой был А я полицию А я полицию вызвала Но если вы не грабитель Может отменим? Вы мне просто ключи верните И все, до свидания Мне эти ваши семейные дела Знаете, не мои проблемы Не могу согласиться, девушка Это наши общие проблемы Значит так Квартира Это моя У меня на нее все документы есть Да ваше, ваше, успокойтесь Ну и я в своем праве Ну надо же Как быстро примчались то Угу Мякишев Дорофей Гурьевич Он еще и Дорофей Гурьевич Девушка, это не я себе имя выбирал Хотя мне оно нравится Записал? Да Год рождения, 1979 Зарегистрирован Улица Рябиновая, дом 8 Квартира 33 Да, есть такой в нашей базе Четыре судимости Один грабеж Или разбои В розыске не числится Регистрация совпадает Давно освободились? Надысь На свободу с чистой совестью Ну а ваш паспорт можно посмотреть? Ага Вот Коль, смотри А прикольно получается Они оба зарегистрированы По данному адресу Чего делать будем? Я никакого правонарушения здесь не вижу Поехали Подождите, как это поехали? Это как-то получается Вы уедете, а мне что делать? Вот с этим жить? Девушка, это вам надо с риэлтором разбираться Если вас обманули Пишите заявление, а мы помочь вам ничем не можем Гражданин Мякишев Имеет полное право здесь находиться Если будет барагозить, сразу же звоните По крайней мере пятнадцать суток мы ему обеспечим До свидания До свидания До свидания Подождите, я с вами Марина, Марина, не убегайте Давайте с вами присядем, все спокойно обсудим Ну Я с вами ничего обсуждать не собираюсь И пожалуйста, курить в моей квартире не надо Не вопрос Кстати, я ваш чай пил И хлеб с маслом ел Возмещу Да я в вашу комнату даже не буду входить Я на кухне На диванчике как-нибудь Прикорну Можно ведь? Алло, Оливира Наконец-то я до вас дозвонилась Это Марина Крапивина, помните? Я у вас однушку покупала на Рябиновой Да Нет, не все в порядке, все как раз очень плохо У меня в квартире оказался прописан уголовник Что? А почему вы не можете говорить? Ну и что, что вы в отъезде? Алло, Эльвира Послушайте, мне так нельзя Эльвир Мамочка Здравствуй, моя родная Привет, ну как ты доехала? Как дорога? Ой, да ужасно Ты знаешь, такие соседи попались Всю ночь глаз не сомкнула А выглядишь ты изумительно Помолодела, похорошела, отдохнула Ну, море, солнце и хороший массаж творят чудеса А вот ты как-то не очень Похудела, как от меня съехала Питаешься, что ли, плохо? Не начинай, все хорошо Нет, ну ты реально плохо выглядишь А у тебя все в порядке? Ты кредит за квартиру платишь? Да, вот буквально на днях первый взнос заплатила Я тебе полезный сувенир привезла Так, где же эта жаба-то? Вот, держи Так, интересно, в чем его полезность? Потри ее по чешейкам И делай это каждый вечер на ночь Тогда в доме деньги будут Спасибо Угу Садись Ой Я не знаю, что тебе рассказать Ну, например, как тебе живется без матери Скучаешь ты по мне хоть иногда? Ну, конечно, я скучаю Что-то не очень верится Я не знаю, что делать, мама, чтобы ты поверила Ну, хочешь, я у тебя поживу пару дней Ты серьезно? Да, давай прям сегодня останусь Договорились? Внезапно Нет, сегодня не получится У меня сейчас Игорь Николаевич живет Он с женой поссорился Ну, я его приютила Нет, ты, пожалуйста, ничего такого не подумай Притормози! А вот здесь сверни направо Зачем? Ну, на трассе сейчас всегда пробки А мы сейчас вот здесь объедем Ага Правду говорят В гостях хорошо, а дома лучше Там, конечно, море, лето, круглый год Но здесь все какое-то такое родное, родное Ты понимаешь, о чем я-то? Ой, 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 ой Ой, Марина Что, мама? Ой Что? Марин, кажется, нога Сейчас, сейчас Ой Ты выйти можешь? Нет Заклинила Так, сиди сейчас Скорую вызову Арина Ой, господи Останови кого-нибудь Ой, мы, кажется, горим Сейчас, я, я скорую вызову Ой, ой Черт возьми, связи нет Сейчас, сяди Ой Помогите, пожалуйста У меня мама в машине С ногой что-то дверь заклинила Я пыталась в скорую дозвониться, но Здесь нет связи, мертвая зона Здрасте Здрасте Какая-то собака из-под колеса выскочила, но я стала руль выворачивать Животок, значит, любите, не открывать Да не так, чтобы, ну, не убивать же Так, ну, что у вас тут? Ну, кажется, перелом Значит так, скоро будет ехать долго, давайте я вас в травмпункт отвезу Ох Это между кирпичами и Александровским шоссе Где-то четвертый километр Ну, ты машину эвакуируй Хозяйка завтра заедет, да, договориться обо всем Лады Спасибо вам огромное Я не знаю, что бы мы без вас делали Ну, остановился бы кто-нибудь другой, здесь народ добрый Как вы себя чувствуете? Обезболиваешь по детству? Все равно болит Вы можете побыстрее ехать? Сейчас Попробуем А вы что, из полиции? Закрытый перелом Врач сказал, придется полежать Ну что, отдохнула в отпуске, теперь продолжена в больничном Мам, прости меня, пожалуйста Это я во всем виновата, это я не смогла вырулить Нет, нет, это я виновата Знала, что ты не умеешь водить и попросила тебя свернуть Я вообще-то умею водить Ой, да ладно, никогда не умела И не спорь, пожалуйста Мне нельзя волноваться, я больна Ну, вообще-то у тебя нога больная, а не сердце Женщина, мне работать надо, пора прощаться Марин, ты ведь оплатишь мне отдельную палату Ну, не лежать же мне в общей Честно говоря, я очень поиздержалась в поездке Конечно, оплачу Кое-что из чистого белья у меня есть, а я потом скажу, что надо Игорь Николаевич тебя откроет Все-таки ты что-то от меня скрываешь Скажи честно, у тебя все хорошо? Мама, у меня все хорошо Ну, как там мама? У мамы перелом закрытый оказался Вот, я даже не ожидала вас здесь увидеть Вы знаете, я думала, вы давно уже уехали Я решил подождать Мало ли, может, еще чем-то помогло Вы знаете, вы нам так сильно помогли Спасибо вам огромное Меня, кстати, Марина зовут А я Иван Очень приятно А давайте я вас подвезу Да, ну что вы, неудобно Вы с нами столько времени потратили Я сама на маршрутке доберусь Все в порядке До свидания До свидания Ну, мы может как-то увидимся? Возможно О, вернулись Вечер в хату? Или как там у вас говорят? Да можно и так сказать Чай будете? Я сама налью Спасибо, спасибо Мариночка, а я тут про родичей узнал Братильник деда оказывается в дом престарелых определил Поселок кирпичного завода, пятьдесят километров от города А где он сам непонятно, но я его точно найду Это ж как пить дать Ясно А пока ищете Это самое Здесь жить намерено Да я вас понимаю Но вы меня тоже поймите, мне ж идти-то некуда Как ни странно, мне тоже Меня ж по УДО еще выпустили А значит обязан жить по месту регистрации Ну ничего Братильника найду, долю стрясу Может на комнату в общаге хватит, там пропишусь Дорофей Гурьевич А как вы себе представляете нашу с вами совместную жизнь? Ну а как? Вы в комнате А я уж тут Замок врезать сможете? Чего? Да Я замок купила В мою комнату врезать сможете? Или мне мастера вызвать? Не надо мастера Я сам мастер По замкам Угу Взягивай Да Взягивай Поехали Г stroт Взягивай Поехали Евгения Баль Привет, Зайта. Чего звонила? Привет, Ванюш. Хорошо, что приехал. А то поговорить не с кем. Что опять случилось? Да ничего не случилось. Каждый день одно и то же. Надоело. Двой. Здорово, Вань. Привет, Паш. Закупился? Как водится. Зоя, ты че такая? Ты не пила сегодня? Ты че, с дуба рухнул? Не пила. Без помощи че сегодня за день? Угу. Очередной унылый день в унылых кирпичах. Нет. Сегодня благоприятный день для зачатия. Ну, может в этот раз и что получится? Может ты идиот? Зачем ты при брате про семейные дела наши говоришь? А че, Зоя, ну он же нам родной. Вань, я тебя ничем не обидел? Да нет, нормально все. Слушай, может я дарю? Пульку сегодня распишу и Люку позовем? Ну, у меня завтра планы новые. Другие. Ладно, удачи. Давай. Пока. Дорофей Гурьевич, с вами все в порядке? Мариночка, я тут гулял, стихо. Ой, спотну, спотем. Вы не беспокойтесь из меня. Спите, спите. Спокойной ночи. Спокойной ночи. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ О, привет, сестра. Привет. Чё, заболел кто-то? Чё ты взял? А чё прячешь? Так, не включай мне полицейского. Не прячу, а убираю в сумку. А ты чё сюда? За лекарствами для отца. Сложнение после операции? Да не, нормально всё. Заехала бы хоть раз. Сто лет не была, мать обижается. Я позвоню. Пусть не обижается. Она же знаешь, что как белка в колесе так. Только не забудь. А, кстати, ты не знаешь, какие цветы нравятся даму за пятьдесят? Ты чё, Вань? Мне же ещё нет пятидесяти. А тебя что, потянуло на женщин бальзаковского возраста? Это не то, о чём ты подумала. Да? Ну возьми тогда красную розу. Это беспроигрышный вариант. Ну, раз так розу. Давай, пока. Удачи! Привет, Мариша! Чё-то ты сегодня припозднилась. У адвоката была. Что случилось? Ой, рассказывать долго, лучше не начинать. Марин, Марин, на тебе лица нет. Ну-ка, рассказывай. Юрий Михайлович, я квартиру купила, а там оказался человек прописан. Уголовник. У него четыре ходки, три грабежа, один разбой. И он из квартиры никуда выписываться не собирается. Я звоню своему риэлтору, она трубки не берёт, просто не выходит на связь. Да, ситуация. Адвокат что? А что адвокат? Говорит, нужно судиться. Но это всё долго. Потом не факт, что я этот суд выиграю. Оказывается, я сама виновата. Нужно был вот этот договор тщательнее читать. Ну, я про такие фокусы слыхал, но сам не сталкивался. Марин, надо тебе с этим соседом как-то полюбовно решать. Ты ему деньги предлагала? Ну, какие деньги? Я всё за квартиру отдала. Я даже кредит взяла. В этих долгах погрязла, как в шутках. Если что, обращайся. Спасибо вам большое. Вы настоящий человек. Да ладно, что? Я ничего не сделал. Ну, за участие спасибо, Юрий Михайлович. Внезапно, вы меня простите, я вчера была в шоке и забыла спросить ваше имя. И вам. А я Ольга Юрьевна. Очень приятно, Иван. Очень приятно. Ну, что всё это значит? Просто мимо ехал и решил узнать, как ваше здоровье. Цветы так, для настроения. Да вы присаживайтесь. Спасибо. Слышала я, что мир не без добрых людей, но чтобы настолько… Ну, я, к сожалению, не так наивна. Дело ведь не во мне. Вам ведь моя дочка понравилась, да? От вас ничего не скроешь, Ольга Юрьевна. Хотела телефончик его попросить, да. Цветы очень красивые. Скажу сестре, что принесла какую-нибудь емкость. Так вы полицейский, да, Иван? Ага. И на какой должности, в каком, простите, звании? Старший лейтенант. Работаю участковым на кирпичах. Вы меня простите, что я столько вопросов задаю, но мне небезразлична судьба дочери. Я понимаю, да. И так вы в сельске участковый прям вот там и живете. У вас там свой дом. В данный момент с родителями живу. Мама фельдшер, папа работал на заводе, сейчас на пенсии. Иван, давайте поступим так. Марина не любит, когда без разрешения дают ее телефон. Ага. Вы оставьте свой. Ага, конечно. Думаю, она вам позвонит. И еще раз большое вам спасибо за вчерашнее. Вы мой спаситель. Я обязательно передам. Ну что ж, Виктор Анатольевич, ваша проблема мне понятна. К сожалению, ваша фирма сейчас находится в полосе застоя. Вам нужны новые идеи. Я не знаю, почему так получилось. Первый год все прекрасно шло, но потом доходы резко упали. Но вы просто не так давно в этом бизнесе, поэтому вам и вашим заместителям пока не хватает опыта. Но мы готовы вам помочь. Убедили, Марина Алексеевна. Будем заключать консалтинговый договор. Ну вот и отлично. Наташенька, будь добра. Вы возьмите вот образец твоего договора, ознакомьтесь, а потом мы с вами уже обсудим нюансы. Спасибо. Тогда до завтра. До завтра. До свидания. Всего доброго. Да, лихо ты его уболтала. Поймала крупную рыбку. Я старалась. Может, премию выпишут за это? Мне так деньги нужны. Ну, деньги нужны всем и всегда. Ты на корпоратив, кстати, идешь? Когда? Сегодня? Ты все забыла? Пятилетие фирмы, ну ты чего? Анатолия замоталась. Вообще у меня все из головы вылетело. Да мне сейчас вообще не до этого. Марин, ну пойдем. А то я сдохну там от скуки с нашими аналитиками. Не нужно в сервис заехать, потом маму в больнице навестить. Да успеешь ты все. Тем более, сегодня короткий день по случаю юбилея. Отдыхать тоже иногда надо, Мариш. Мамуль, бананы, йогурты. Так что ты, пожалуйста, ешь и поправляйся. А котлетки, конечно, не пожарила. Я не успела. Я целый день на ногах была. Я обещаю, в выходные привезу тебе котлеты. А откуда такой шикарный букет? А что с машиной? Да ничего хорошего. Там ремонт насчитали на сто тысяч. Так что какое-то время придется пожить без машины. Вот крохоборы. Да. Но ведь Иван же говорил, что лишнего не возьмут. Да они на самом деле посчитали по минимуму. Подожди. Откуда ты знаешь, что вчерашнего мужчину зовут Иван? Да он приходил ко мне. Это он букет принес. Спрашивал твой телефон. Но я не дала. Как не дала? Почему не дала? Парень, ну зачем тебе такой ухажер? Мужику за тридцатник живет с родителями, никакой перспективы. Ну я подумала, подумала и решила. А ну его к лешему. А, то есть ты подумала и ты решила. А я? Тебя мое мнение не интересует, да? Ой, не начинай. Ты что, хочешь поссориться с больной матерью из-за какого-то неудачника? Мам, ты хотела узнать, почему я от тебя съехала? Да потому что мне вот здесь твой тотальный контроль. Мне тоже давно за тридцатник. И у меня никакой личной жизни. Господи, ты что-то взглянилась из-за какой-то ерунды. Вот, вот, на. На его телефон. Если хочешь, звони, пожалуйста. Звони, звони. Ты знаешь, это не ерунда. И мне очень жаль, что ты этого не понимаешь. Истеричка! Окрасился месяц багрянцем, Где волны бушуют устал. Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал. Господи, что творится-то? Кажись, наш шеф на Маринку запал. Значит, пришла ее очередь. Я от него на Новый год еле отделалась. Вам-то повезло, вы брюнетки. А он блондинок любит. Ура! 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 Маши горли пересохли. Натоль, как я спела. Артистка. Может, пойдем потанцуем теперь? Только носик прибуду. Субтитры сделал DimaTorzok Да. Говорите, кто это? Это Ольга Юрьевна. А, здравствуйте, Ольга Юрьевна. Вы знаете, я тут подумала и все-таки решила дать вам телефон Марины. Записывайте, диктую. Ага. Лично записываю. Иван, конечно, да, я вас помню. Послушайте, а где вы раздобыли мой номер? Мариночка, а вы тут, а я вас везде ищу, ищу. Иван, извините, мне сейчас некогда разговаривать. Давайте созвонимся попозже. Иван, а кто такой Иван? Сергей Сергеевич, вы такой любопытный. Нет. А там вообще-то женский туалет. А такие мелочи, ведь не помеха. Простите, чему не помеха? Мариночка, как выражительный. Да? Слушайте, да. А почему я раньше в твою жизнь не надо смотреть туда? Нет, я вам поняла. Просто, наверное, раньше мы с вами на Карабарте. Мы не встречались, Сергей Сергеевич. Нет. А в офисе. Мы всегда трезвые. Серьеза, ты что же паразит вытворяешь, а? Здравствуйте. А где как здесь? Ты что мне тут? Устра, склочение коллектива. Ты что, я тебе сейчас все объясню? Я приемла посмотреть на склочение коллектива. Ты что мне тут врешь? О, Марин, привет. Ты мне, извини, я твою сковородку взял. Яичницу хочешь? С похмелья самое то. А с чего это вы взяли, что я с похмелья? И с каких это пор мы на ты? Ну, ты вчера пришла поздно. Я не подумал, загуляла. На, то, что ты че. А что церемониться-то? Мы ж теперь соседи. Так все, хватит. Сколько? Не понял. Сколько вам нужно денег для того, чтобы вы отсюда выписались? А, ты вон про что. Тут такое дело. Ты же у Бартана квартиру за полтора миллиона купила? А откуда вы знаете? Соседка сказала. Так вот, жили тут трое. Я, брат и дед. И отсюда следует, что по чесноку третья часть моя. Так что, Марин, гони полляма, и больше ты меня не увидишь. Это, как говорится, проще киллера нанять. Ага. Смешная шутка. Ну, а сколько ты можешь предложить? Пятьдесят тысяч максимум. И то не сразу, а потом на днях, когда мне премию дадут. Ну, это вообще не разговор. Полтоз я тебя могу сбросить. Это максимум. И то за твои красивые глаза. Ну, теперь твой ход. Я с вами торговаться не собираюсь. Я и так на эту квартиру копила очень много лет. И все равно пришлось взять кредит в банке. И у меня нет денег даже, чтобы здесь ремонт сделать. Вот что с тобой сделаешь? Ладно. Гони свой полтоз. Как раз хватит, чтобы братана найти. А остальное уж стрясу с него. А ты знаешь, где он? Есть кое-какая информация. Надо проверить. А когда ты отсюда выпишешься? Ну, как стрясу, прям сразу и выпишусь. Ну, чтобы я сдох. В общем, извини, братец, что отвлекаю. Привет. Мне твоя помощь нужна. Ты что, плакала, Зоя? Батюшки, будешь? Да. Пашка из дома ушел. Сказал, что он больше не вернется. Пожалуйста, помоги его найти. На, попей. Что произошло-то? Да какая разница, что произошло-то? Не важно. Найди его, а мы сами разберемся. Ты можешь помочь родной сестре? Да я могу помочь. Я же должен понимать, что произошло. Паша нашел противозачаточные таблетки. Психанул и уехал. Доволен? А, вон что ты покупала в аптеке. То есть, Пашка хочет детей, ты предохраняешься? Потому что любой мужик психанул бы. Ой, да боже мой, Ваня, я давно отсюда хочу уехать. Я хочу устроить свою жизнь, а потом уже детей рожать. Так нельзя, Зой. Понятно, ты такой же, как он. А я, например, не хочу до старости стоять у барной стойки. И сортировать за постояльцами тоже не хочу. Потому что я нормально хочу жить. Понимаешь? Нормально. А здесь что, тоска. Хоть с обрыва бросайся. Ерунду не говори. Лучше скажи, где его искать. Дружка его, Илью, знай. Паша с ним разговаривал перед отъездом. Он явно в курсе. Но мне тут он, конечно, ничего не скажет. Поможешь? Наташа, поменяйте местами пункты 5.1 и 5.2. Это более важный пункт. Должен стоять первым. Да, да, да. Сергея Сергеевича вызывали? Садитесь. Разговор у нас будет малоприятный. Марина Алексеевна, за последний месяц вы опоздали на работу три раза. Да. Но я предупреждала, что опоздаю. Я первый раз просто оформляла сделку на квартиру, потом маму возила, а вчера к адвокату ходила. Да. Если работа мешает личной жизни, ну, я к черту эту работу, так что ли? Нет, почему? Я же работаю. Я вот вам крупного клиента нашла. Ну, это прям, скажем, редкий случай. А кого вы вчера предупредили о том, что вы задержитесь? Наташу. Наташу. Да, Анатолий, ты разве не передавала, ну, что я ездила к риэлтору-адвокату? Ну, я тебе звонила. Ты мне не звонила. Подожди, как ты не звонила? Ну, конечно, звонила. В семь тридцать утра. Ты еще своего мелкого в садик отвозила. Ты мне не звонила. Ты чего это, подруга? Подожди, ты мне в глаза посмотри, ну, ты же врешь. Сергей Сергеевич, я действительно предупреждала Наташу, что я опоздаю. Не надо, не надо, не надо в моем кабинете вот этих женских разборок. Марина Алексеевна, вы уволены. Что? Уволены. А за что уволена? За то, что опоздала, или за то, что не дала вам? Зайдите в бухгалтерию, получите зарплату за отработанную часть месяца. И прошу вас больше здесь не появляться. Не знаю, Вань, я не в курсах, где Пашка. Он что, из дома сбежал? Как-то на него не похоже. Всегда говорил, моя семья, моя крепость, а у тебя, Илюха, нет крепости. Он звонил тебе вчера вечером. Что-то я не припомню. Зоя помни зато. Да? Угу. А, точно, звонил. Вспомнил. Мы же с ним договаривались пульку расписать. Позвонил, отказался. Врешь ведь. Пашка в таком состоянии был, вряд ли бы он стал тебе звонить. По всякой ерунде. Да чего у них стряслось-то? Илюха, моей сестре сейчас очень плохо. Давай по-хорошему. О, начались угрозы. Допустим, я знаю, где Паша, но сказать не могу, я обещал. Чего ты на меня так смотришь? Нет здесь никакого криминала. Или бесится вернется. Ну, поверь, Зоя об этом лучше не знать. Иначе могут не помириться. Да я сам не хочу рушить семью. Ничего она не узнает. Где он? Ты же знаешь, Пашка, как дитя. Спрашивал, где найти в городе даму с пониженной социальной ответственностью. Дал я ему один адресок. Разведенки одной. Боря, неси в кабинет. Жди меня там. Уже уволили? Быстро. Даже без выходного пособия. А вы что, уже были в курсе? Я вчера краем уха услышал, как Сергея Сергеевича жена песочила. А он со страху на тебя все свалил, мол, ты весь вечер его домогалась. Она приказала уволить немедленно. Вот ж я не думала, что он такой. Вот каблучник. Между нами, говоря, он был гол, как сокол. Когда Люсю встретил. Это за счет ее папаши он так приподнялся. Ну, у брака по расчету есть свои минусы. Ой, мне, наверное, теперь пожалеть его нужно, да? Да, нет, я просто объясняю, как все вышло. Ты-то как? Есть куда пойти? Я тебе желаю побыстрее найти новую работу. И прости, что так получилось. Да выцетись при чем? Ну, я же должен следить, чтобы шеф не напивался. Вчера не уследил. Вот в этом есть и моя вина. Юрий Михайлович, да вы здесь единственный хороший человек. Удачи тебе, Марин. Спасибо. Здравствуйте. Вам кого? А Павел здесь? Паша, к тебе пришли. Проходите. Да нет, мы здесь поговорим. Спасибо. Ты как меня нашел? Илюша помогал, да? Вань, ты не подумай, я в первый раз. Ты же в курсе? Пока нет, если сам не расскажешь. Давай, собирайся. Поехали. Да нет, нет, погоди, я не могу. Ты вообще знаешь, что твоя сестра вытворила? Поехали, Паша. В машине поговорим. Да ты понимаешь, ты. Я не знаю, как жить мне, Дельф. Я же думал, мы оба детей хотим, а она не хочет. Паша, да это предательство. Правильно? Нет, Паша, нет. Зоя, конечно, не права. Она сто раз пыталась с тобой поговорить. Ты хоть раз ее выслушал? Понял? Это насчет чего? Насчет переезда, что ли? Да кому мы нужны в городе, да? Короче, в вчерах у меня дело. Да, Вань, пусть маленькое, но дело. Ничего, ты толковый мужик найдешь, чем заняться в городе. Зоя всегда поможет. Ты же видишь, в каком она состоянии. Она вся на нервах. Сам подумай, что тебе дороже, жена или модель. Давай, одевайся, поехали. Слушай, ну давай я попозже, ну я не могу тебе так. Да. Ко мне сначала заедем. Я тебя здесь все равно не оставлю. Собирайся. Телегу прокурор пишет? Нинач, как на меня вымогательство хочешь повесить? Не выйдет. Во-первых, ты сама предложила. А во-вторых, где свидетели? Отстань. Ты тут ни при чем. Ну, а чем, что ли? Меня с работы уволили. Так что не будет тебе денег никаких вообще. А письмо вам? Шефу отомстить хочу. Написать о его махинациях. Очень интересно. А что за махинации? Незаконная обналичка. Так у вас в конторе, стало быть, деньги возятся? Ну, уже не у нас в конторе. А денег там тьма. Да ладно. Прям-таки тьма. Угу. Привозят. В чемоданах. А потом в сейф складывают. У директора в кабинете такой сейф огромный. Слушай, не мешай мне. Нужно письмо написать, чтобы завтра к нему уже с обыском приехали. Марин, ты погоди, я тут подумать надо. Как бы твой шеф сухим не вышел. Да еще и тебя не обвинил. А меня в чем? Заведомо ложный донос. Если мне память не изменяет до двух лет. Ой. Да даже если штраф. Это же статья уголовная. Тебе ж не жить потом. А что мне делать? Покумекать надо. Как фирма называется? А тебе зачем? Да ты че такая подозрительная-то? Я по своим каналам пробью, есть ли у твоего шефа крыша. А потом уже будем решать. Че, как. Центр консалти. Центр консалти. Марин, у меня че-то темное какое-то. Че-то такое? Консалти. Консультация руководителем по разным видам деятельности. Ну, ладно, я пошел. А ты не грусти. Че-нибудь придумаем. Ванечка, умница. Очень хороший препарат купил. Хотя и аналог. Да, лекарства эти. Названий миллион. А эффект нуль. А я лучше это, чесноку поем. Ну, чеснок это замечательно. Но после операции тебе обязательно нужно курсом пропить. Прошу. Для укрепления организма лучше всего хорошая банька. Кстати, сынок, мне надо котел сменить. Ну, можно купить, а можно самим смастерить. Ты как к этому относишься? Давай, надо только сварочный аппарат найти и все. Ну, значит, тогда в выходные. Где он? Кто? Ты издеваешься? Зоя, ты такая внезапная всегда. Вань, где Паша? Я же тебе сказал, жди в мотеле, он скоро будет. Да в ванной он моется. Зачем? Паш, Паш. Паш, ну, че ты дурак-то такой, а? Давай в мотель продадим, уедем. Давай для начала домой пойдем. О, слушайте, ну ты волбец, конечно. Какой же ты волбец. Мам, пап, вы че? Ничего себе. Ничего себе. Поворот, да? Ничего себе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот не спится уж тем, Марин. Шуц. За мускарад. А это... Настоящий? Господи, какая же я дура. Ты нашу фирму собираешься ограбить. Рюкзак он приготовил. Марин, иди спать. Мои хотелки не твоё дело. Нет, а это как раз моё дело. Получается, что я тебе про деньги рассказала. Это... я соучастница. Бери выше. Ты организатор. Что? А я так и скажу, если меня поймают. Это ж ты меня на дело подбила. Из чувства мести. Так что мой тебе совет, притухни. В наших общих интересах, чтоб всё прошло как по маслу. Но ты скотина. А вот оскорбления не надо, я не скотина. Я готов поделиться после дела. Сколько тебе недоплатили? Ты думаешь, я возьму эти деньги? Я сейчас пойду в полицию звонить. Ты не дури, баба. Хочешь, я тебе скажу, что будет, если ты рот свой откроешь? У меня на воле кореша останутся последствия. Понимаешь? Ты за кого меня принимаешь? За дурилку со смешанным именем? А? Тебе графе мою рассказать? Я вопрос задал. Хочешь? Да ладно, чё ты? Да чё ты так переживаешь? Ну, ты ж сама хотела этого упыря наказать. Вот я и накажу. Ну, не хочешь брать деньги, твоё дело. Ну, в накладе всё равно не останешься. Возьму кассу, сразу выпишусь. И больше ты меня не увидишь. Договорились? Договорились? Телефон я у тебя конфискую временно. Чтоб ты глупостей не наделала. Временно. О! Кстати, эту жабу надо тереть, чтобы бабки дома не переводились. Это Бурдаев Алексей Дмитриевич. Точно так. Исполнительный директор ООО «Капитал Интернешнл». Ага. Да-да, вы мне звонили. Присаживайтесь, Алексей Дмитриевич. Светочка, приготовь нам кофейку. Хорошо, Сергей Сергеевич. Ну, что, вам нужны консультации? Тут вот какое дело. Сейф открыл. Быстро. Сейф. Оп. Ну, надо же. Я не обманула. Вчера на заседании городского совета было принято решение о строительстве объездной широкополосной дороги вокруг поселков Кирпичи, Дубровская-Лисицына. Новая автомобильная трасса увеличит пропускную способность транспорта в несколько раз. К другим новостям. У меня так было постояльцев. Кот наплакал. Теперь вообще не будет. Ты ж все равно хотел мотель продавать. Кому он его продаст? Дураков нет, кроме нас. Я, между прочим, тебе говорила, что надо раньше действовать. Да подожди ты, Зоя. Ну его же в любом случае можно продать. Это же вопрос цены. Да, ты у нас известный мастер торговли. Зоя, хватит мужу уже пилить, а? А что пилить? Ему до лампочки. Он же рад, что мы здесь остаемся. Да, Паш? Ну зачем ты, Зоя? Не надо при Ване. А чего не надо при Ване? Ваня нас родной человек. А я по-любому отсюда уеду. Понимаешь? С тобой или без тебя. Как это? Да молча, Паш! На автобусе! Паш. Да пусть идет. Покупателя ищет. Паш. Привет, Марина. Соскучилась по мне? Нисколько. Да лучше спроси, как у меня дела. Не хочешь спрашивать? А я все равно скажу. Дела мои хороши. Сейчас еду старикас его навестить. Побуду рядом с ним немного, ну а дальше. Будь что будет. Ну что, пожелаешь мне счастливого пути-то? Да пошел ты! Подожди. Я сегодня весь день смотрю новости. Там ни слова не сказали про ограбление. Почему? Так, видать, не сообщили в полицию. Деньжаза-то нечистая. Так что живи спокойно, никто тебя не тронет. Угу. А я, кстати, выписался. Полдня на это убил. Еще и подмазал. Погоди, я еще хотел сказать. Красивая ты баба, Марина. Жаль, не моя. Здравствуй, Марина. Вот решил вдруг тебя проведать. Проходите. Спасибо. Ну, как твои дела? Как с работой? На собеседование вчера ходило. А, взяли? Да ну что вы, они по телефону говорят одно, на деле другое. Как вы? Как? Ты слышала, что нас ограбили? Да вы что? Как это? Некто проник под видом клиента в кабинет директора, наставил на него пистолет, заставил раскрыть сейф, засунул 30 миллионов в рюкзак, распахнул окно. И, как говорится, тютю, я, признаться, думал, ты в курсе. Да откуда? Я же вообще ни с кем не общаюсь. Понимаю. Понимаю. А где, кстати, сейчас твой сосед, уголовник? Понятия не имею. Я уже два дня его дома не вижу. Ну, может быть, с дружками своими зависает. Почему вы спрашиваете? Ну, ты же знаешь, почему? Потому что он нас и ограбил. С твоей подачи. Юрий Михайлович, вы шутите? Не смешно. Да вот и мне не смешно. Ты не перебивай. Да слушай сперва, ты ушла из фирмы с обидой. У тебя четырежды судимый сосед. Я пробил. Некто Мякишев. Друзья из органов подогнали его фото. Запись с камеры показала, что вечером перед ограблением этот человек ходил под окнами центра. И да, грабитель был в гриме. Но я не сомневаюсь, это был Мякишев. Хорошо, даже если это был Мякишев. Я здесь при чем? Юрий Михайлович, возможно, это просто совпадение, что именно Мякишев ограбил нашу фирму. Вы извините, мне нужно собираться к маме в больницу. Сразу после ограбления Мякишев выписался из твоей квартиры. Это тоже совпадение. Наверное, за твои красивые глаза. Серьезно? Он выписался? Обалдеть. Я его столько об этом просила, а он все, нет, нет. Не умеешь ты врать. Я ведь тебе помочь хочу, тебе. А ты, видно, против. Ну, ладно, тогда я в полицию. Ну, правильно, они там сами разберутся. Знаешь, в чем твоя ошибка? Ты уверена, что я в полицию не пойду, потому что деньги криминальные? Ну, как раз те украденные деньги были чистые, их крупный клиент заплатил налом. До свидания. Подождите, Юрий Михайлович, я все расскажу. Да я все понимаю. Сначала ляпнулась дура, потом он тебя запугал. А мне-то что сейчас прикажешь делать? Разбой совершенной организованной группой в особо крупном размере с применением оружия. Это, если мне память не изменяет, от восьми до пятнадцати лет тюрьмы. Ну, вы же сказали, что сможете мне помочь. У тебя единственный шанс спастись, это быстро вернуть украденное. Как я понимаю, это нереально. Своих денег у тебя же нет? Нет. А где Мятишев, ты, конечно, не знаешь. Погодите, я знаю, где он. Да ладно. Он мне позвонил, он сказал, что поедет к деду в дом престарелых и пробудет там несколько дней. А где у нас дом престарелых? Это поселок кирпичного завода, километров пятьдесят от города. Кирпичи? Пожалуйста, Юрий Михайлович, миленький, поедем туда вместе. Ну, мы его найдем, мы заберем деньги, и нужно обязательно взять пару человек из охраны. Ладно, давай прокатимся. Исключительно, из хорошего к тебе отношения. А насчет ребят из охраны, они не знают о твоей роли в ограблении. И думаю, что их пока не нужно посвящать. Ну, мы с вами вдвоем просто не справимся. Мне кажется, ты меня слегка недооцениваешь. У него пистолет. У меня тоже. Котлетки пожарила, как ты просила. Сейчас будешь или мне пойти в холодильник поставить? А я уже не хочу котлетки. Как говорится, дорога ложка к обеду. И вообще, я на тебя обиделась. Ты не только три дня не появлялась, но даже не звонила. У меня были кое-какие проблемы. И да, я уезжаю в командировку в соседний город, так что пару дней у тебя не появлюсь. Марин, ты и тогда выглядела плохо, а сейчас вообще ужасно. Скажи честно, ты больна? Да не в этом дело. А в чем? Мам, я не хочу тебя грузить. Марин, а загрузи меня. Ты моя дочь, я должна знать, иначе я с ума сойду. Марина! Все дело в квартире. В ней оказался прописан уголовник. Он вернулся и начал качать свои права. Успокойся, я уже все решила, и он из нее выписался. Боже мой, да почему же ты мне сразу-то не сказала? Марина! Ну, потому что я не хотела признавать, что ты была права. И что мне не стоило от тебя перерешать. Девочка моя, иди ко мне. Иди ко мне. Ну, как там мама твоя? На поправку идет. Это хорошо. Вы с ней как вообще ладите? У нас с ней не очень хорошие отношения. Почему? Ну, потому что она учит меня жить, а мне это не нравится. Так что в основном ссоримся из-за этого. Это плохо. Не должны родители чрезмерно опекать взрослых детей. Я это сам понял, когда уже поздно было. У меня жена рано умерла. Так что Юльку, ну, дочку я сам воспитывал. Ну, когда в школе училась, контролировала ее строго очень. И потом в институте. Ее это бесило. Уходила из дома, потом возвращалась. А один раз совсем сильно поругались. Она выскочила в ночь. И ее внедорожник сбил. Ужас какой. Да, вот так вот и живу теперь. Кругом виноватый. Ты мне, кстати, чем-то дочку напоминаешь? Поэтому вы мне решили помогать, да? Ну, кстати, поворот на кирпичи. ПОДПИШИСЬ! 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 Видели отца Мякишева? Видел. Старик парализован и не разговаривает. Я просил персонал. Мякишева здесь не было. Как это не было? Он же звонил мне, когда сюда ехал. Ну, значит, пока не доехал. Я санитарке деньги дал. Если он здесь появится, она мне сообщит. Так, а что нам теперь делать? Что делать? У тебя есть какие-нибудь идеи? Где его еще можно искать? Ну, то-то и оно. Что делать? У меня есть еще пару дней. Шефу о результатах не сообщать. Ну, если за это время деньги не найду… Подключится полиция. Ну, ладно. Будем надеяться на лучшее. Давай где-нибудь перекусим. Хочется горячего барышечку. Неизвестный мужчина. В возрасте около сорока. Документов при себе нет. Смерть наступила три дня назад в результате черепно-мозговой травмы. Но это пока все предварительно. Ну что, Вань, знакома тебе эта личность? Я здесь всех знаю, он точно не местный. В общем так, я покойника заберу к нам в город, дактилоскопируем. А ты пока народ поспрашивай. Фотку покажи. Кстати, у тебя в участке принтер-то есть? Да, имеется. Девушка, принесите нам, пожалуйста, меню. Меню нет, выбирать не из чего. У нас в основном тут дальнобойщики останавливаются, они народ неприхотливый. Что приготовлю, то и съедят. А что вы сегодня приготовили? А сегодня я приготовила на первая солянка, на второй гуляш, из напитков чай, кофе и компот, ну и спиртное имеется. Нет, на спиртное нам не надо. Марин, солянку и гуляш будем? Будем. А компот? Компот. Будем. Юрий Михайлович, мы здесь не отравимся? Да ладно тебе, вроде чистенькая и девушка такая приятная, приветливая. Да. Да не бомж это был, я тебе говорю. Одет прилично. Да, жаль, конечно, мужика. Интересно, кто его так по башке-то саданул? Видел, сколько кровища было? Да я вообще старался на него не смотреть, как выкопали. Думаю, спошнет. Ну, на фотку-то посмотри. Слушай, не отщелкнул, пока участковый отвернулся. Убери. Зой, сделай нам двести и две соляночки. Ребят, простите за любопытство, а чего там кровища, башка пробита? Убили, что ли, кого? А кого убили-то? Покажи фотку. Может, я знаю его. Сто рублей. Ага. Да и шутка. О, дядя Марина. Не, я этого мужика не знаю. Жуть. А вы, что ли, нашли? Где? Мы нашли тут, в лесу неподалеку. Пойдем подышим? Да. Мы выйдем подышим, пока соляночка греется. Это точно он? Он. Кто-то убил его и забрал деньги. У него был подельник. А может быть таксист? Да какая тебе разница, если деньги уплыли в неизвестном направлении? Все, Марин, садись, поехали домой. А подождите, а как же я? Вдруг меня посадят? Да что мы можем сделать? Ты что предлагаешь? Я предлагаю здесь остаться и понаблюдать. Вот посмотрите, если это сделал кто-то из местных жителей, это легко разузнать. Поселок маленький. Там в поселке несколько тысяч человек. Как их всех проверишь? Будешь там светиться, полиция на тебя выйдет. И тут я тебе, дочка, помочь не смогу. Полиция? Вы думаете, она сможет на меня выйти, да? Ну я же вышел. Юрий Михайлович, пожалуйста, дайте мне пару дней. Я здесь все разведаю, все разузнаю. Нет, нет и нет. Это опасно, если убийца где-то рядом. Ты видела, что он с мякишем сделал? Ну я буду осторожна, честное слово. Я понимаю, что шансов мало. Ну а вдруг? Эх, ладно. Давай попробуем. Значит так, сейчас мы заходим с тобой в мотель и разыграем там ссору, скандал, свару. Я уеду, ты здесь останешься. И все потихонечку разведаешь. Только осторожно, без самодеятельности. Никакой самодеятельности, честное слово. А что делать? Будем? Черт его знает. Ну тарелку на меня уронишь. Я тебе скажу, курица ты безрукая. Потом и так далее и тому подобное. Прям солянка? Вы извините, что так получилось. Мне правда, мне очень стыдно. Да уж, устроили вы мне цирк. Если бы вас заснять, миллион просмотров обеспечено. Да все дело не в этой солянке, будь она неладна. Просто я не знаю, что произошло с Юрой. Вы знаете, вот он раньше был таким нежным, обходительным, а в последнее время как будто бы с цепи сорвался. Вот на любую мою оплошность все, сразу крик. О, истеричный мужчина-то вообще за гранью. А почему вы его первой не оставите? Вы же мне не жена. Да. Да, я не жена. Вы знаете, как тяжело сейчас найти спутника жизни. Одной быть мне совсем не хочется. Он меня на юг обещал свозить. А, вот свозил. Оставил в придорожном отеле. Не знаю, как по мне, так лучше первой действовать, а не держаться за такое сокровище. Ему же поди под шестьдесят. Да. Вот уверенно, начнет сегодня звонить, будет извиняться. А я все, вы знаете, как отрезала. Мне кажется, он даже не догадается, что я решила здесь остаться. И долго вы собираетесь тут скрываться? Ну, пару дней точно. Мне у вас так нравится. Вы знаете, я никогда не жила в деревне. А далеко до нее? Два километра. Только это не деревня, а поселок. Извините, я просто не разбираюсь. Да я не обижаюсь, я просто уточняю. Ну, делать там совершенно нечего. Кирпичей это та еще дарань. Ненавижу ее. Ну, ничего, я скоро отсюда уеду. Извините, Зоя, там брат твой приехал. Поговорить с нами хочет. Насчет покойника. Извините. Господи, какой еще покойник. Сейчас, извините. О, Господи, нет, братец, я его не видела. У нас он точно не останавливался. Нет? Нет, такого бы точно запомнили. А ты что думаешь, его кто-то из местных убил? Не исключено, разбираемся. Ваня, ты что? Ну, какие в кирпичах у нас убийцы? Слушай, у нас народ всякий имеется. Точно. Вот у Боброва был же тот же. Он, между прочим, недавно вышел, сидел за угрозу убийства. Как раз к нему и собираюсь. Марина. Здравствуйте, а вы что здесь делаете? Я случайно, можно сказать, оказалась. А вы что, знакомы? Да, я помог немного Марине. Она недавно в аварию попала с мамой. Ничего себе немного. Вы нам очень помогли. Иван, я рада вас видеть. Правда? А я звонил, вы не берете трубки, сбрасываете. Да, период такой был. Но все позади. Кстати, я здесь остановилась на пару дней. Так что мы можем пообщаться. Если, конечно, вы хотите. Конечно, хочу. Я правда сейчас должен ехать в поселок, там у меня дела. А я тоже в поселок собралась. Серьезно? Я могу вас подбросить? Удобно? Конечно. Поехали. Поехали. Пока. Пока, Ваня. Поехали. 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 Слушайте, Марина, здесь я вас оставлю. Дела? Ой, я слышала, у вас убийство произошло. Кошмар. Можете прогуляться. Там прямо площадь есть. А? Там кафе, кофе можно попить. Угу. Ну, или клуб, в кино можно сходить. Угу. Ну, вам это вряд ли нам интересно. У нас больше другого ничего нет здесь. Ну, почему? Я совсем не привередливая. Вечером встретимся? Можно. Значит, в семье клуба? В семье клуба, да. Поговоримся. До встречи. Ну, я финал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Есть у меня пара вопросов. Знаете, это журшин или сумашин? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Юрий Михайлович, я, кажется, нашла улику. Здесь живет один уголовник. В доме у него портсигар Мякишева. Нет, я не ошиблась, потому что это точно его портсигар с такой лилией. Да. Это тот, которого сегодня в лесу откопали? Допустим. А кто тебе про лес сказал? Странный вопрос. Сорог на хвосте принесло. А конкретнее? Мать рассказала. Весь поселок об этом говорит. Ладно. Ты знаешь, что? Нет. А что, должен? Ну, что ты улыбаешься? Посмотри повнимательнее. Да твой мертвяк. Ты на него и смотри. Ты вообще зачем ко мне припелся? К крайне судимым спросить не я, ли его замочил. Ну, спрашивай. Да не вопрос. Ты его замочил. А когда самолет запускать будем? Здорово. Здорово. Иди, подожди меня. Обязательно будем. Если граждане начальник разрешит. Я тебе вопрос задал. Отвечаю. Я его не убивал. Что дальше? Знаешь, Вань, тупые у тебя какие-то подходы. И сам ты дерган. Что, первая мокруха на участке, да? Так ты соберись, Анискин. Фамилия Бобров. Адрес? Мало. Улица Советская, дом 14. Да. Ну, хорошо мне, что делать. Ясно. Я помню, что без самодеятельности. Юрий Михайлович, пожалуйста, пробейте поскорее. Давай. Вань. А? Подбрось до ближайшего пустыря. Поехали. Не боишься так ключ вставлять? Я давно уже ничего не боюсь. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Юрий Михайлович, кажется, Бобров сам мастерит эти портсигары. Да потому что их здесь десятки. Ну да, я проникла в дом. Юрий Михайлович, я не смогла удержаться. Да все, 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 ухожу. Кто здесь? Что вы здесь делаете? Не молчите, я слышала ваш голос! Привет. Ничего, что на «ты»? Все в порядке? Ну что, может в клуб? На первом свидании. Ну мы же не дети. Ваня, если честно, я голодный. Может поужинаем? Тут ничего приличного нет, тогда в город поехали. Подожди, а поблизости? Поближе, только к себе домой могу пригласить. Стоп. Не так быстро. Я без задней мысли. Я живу с родителями. Мама как раз курочку готовит. Жареная деревенская курочка. Звучит интригующе. Поехали. Анна Егоровна. Угу. Курица у вас просто восхитительная. Рецепт дадите? Ну конечно, да. Я рада, что тебе понравилось. Ты понимаешь, я курицу совсем недавно начала готовить. Дело в том, что моей дочери аллергия на курятину. А когда Зоя съехала, вот тут я начала экспериментировать. Ты к нам почаще заходи. Ну что, мать у нас готовит замечательно, очень хорошо. Курей у нас много. Если хочешь, могу целую экскурсию сделать по нашему хозяйству. Отец построил новую теплицу, похвастаться хочет. Ну что, почему парники? Не только парники. Я это модернизировал. Эту беседку. Беседку модернизировал. Подожди. Вы сидите здесь, я открою. Мариночка, а хочешь, я тебе покажу Ванины детские фотографии? Я просто уверена, ты должна увидеть, каким Ванька был в детстве. Мам, ну это же не смотри. Ты извини, Марин. Просто мои родители хотят побыстрее меня женить. Вань, ну что ты вечно какие-то глупости говоришь? Ваня, там этот, твой городской опер, я не помню, как его фамилия. Вот, я пригласил его сюда, он не идет. Выйди к нему. Извините, я сейчас. Мам, ну доставай пока фоточки, покажи, сейчас я приду. Да, хорошо. Здравия желаю, товарищ капитан. В общем так, Вань, идентифицировали мы личность убитого. Мякшев и Дорофей Гуревич. Из определенного места жительства, четырежды судим. Когда он бомжом-то стал? Ну, там мутная история. Квартиру, в которой он был прописан, продал его брат. А когда он вернулся с зоны, то там уже жила чужая женщина. Так что ему пришлось выписываться в никуда. Я был по адресу у этой женщины, но ее не застал. Пообщался с соседями. Те сказали, что он последними словами ругался на брата. Грозился найти его и свою долю забрать. Значит, у нас есть подозреваемый? Ну, так-то есть, только мы его пока найти не можем. Там вот еще что. Вчера в полицию обратился владелец салона подержанных авто. Да, Мякшев у него на два дня арендовал старенькие «Жигули». А к моменту окончания не объявился. Может, его из-за тачки и убили? Вот. Надо проверить камеры с трассы. Может, тачку застепли. Сечешь, Вань. Вот именно этим мы с тобой сейчас и займемся. Поехали. Сейчас я оденусь тут. Угу. Приезжай домой с риса. Устала просто жуть. Захожу, а мой приживала с какой-то бабой в моей кровати кувыркается. Да ладно. Прикинь? Да. И ты чё? Ну, чё я? Я взяла швабру. И их обоих в чём мать родила, за дверь выстрела. Он, конечно, с утра припёрся. Николей о них прощения просил. Плакался. Мол, прости, бес попутал. Знаю я этих бесов. Ну, надеюсь, ты не простила? Шума сошла, что ли? Зачем он мне нужен, ты сволочь неблагодарная? О, добрый вечер. Привет. Приветики, давай садись к нам, мы тут сплетничаем. Напитки за счёт заведения. Хорошо. В общем, чтобы я ещё раз подобрала вот так кому-нибудь на улице, ну, упаси Боже, теперь мужчин только с проверенной биографией. Да, все они козлы. Ну, да. Кроме моего, конечно. Паша. Потому что он тряпка. Ой, девчонки, а я когда первый раз его увидела, подумала, какой серьёзный мужчина. И он мне такой ещё говорит, Зойка, ты ничего со мной не бойся. Я рождён для успеха. Вот он, успех наш. На той неделе два постоялись, на этой вот один. Погоди, а ты же охвасталась, что ты уезжаешь вроде, нет? Уезжаю. Ну? Но не благодаря. А вопреки. Ладно, давайте за нас, девчонки. Выпьем за нас. Значит, все мужики козлы? Угу. А как же твой брат? Угу. Вот Ванька — это исключение. А знаешь, почему? Потому что он у нас святой. Так что, если ты, моя дорогая, братишку, ты меня обидишь, я тебе глазёнки выцарапаю. А сейчас. 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 Смотри, как покраснела. Как девочка. Тоня! Посери, Илюха, у нас сейчас есть. Тихо, тихо. Чего ты творишь? Ему нельзя за руль так... Пить надо меньше. Ну, завтра морали, может, тебе дай, пойдём? Да. Пойдём по моим штукам. Чего ты тут не хочешь? Да буйся. Пойдём. 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 Вань. О, Маринь. Ты чего здесь? Вот видеть тебя захотела. Ну, просто у нас вчера так вечер внезапно прервался. Не договорили. Ой, а ты не рад? Нет, я рад. Ты садись, садись, ты присаживайся. Ага. Присаживайся. Может кофейку? Да. Надо взбодриться мне, ладно? Сейчас. А ты что, всю ночь работал? Ага. Убийцу нашли? Да пока только след. А рассказать можешь? Мне просто интересно. Нет, если не положено, то конечно не надо. Ну, покойник ехал на арендованном авто. При въезде в посёлок камера засекли тачку. А на выезде уже нет. Вот видишь посёлок наш, кирпичи. Вот. Это часть трассы с мотелем. Тут тачка затерялась где-то. А это что значит? Сначала мы думали, что убийца какой-то залётный автостопщик. Потом эта версия отпала. Сейчас мы думаем, что убийца кто-то из местных. Так. Как же ты поаккуратнее там? Одна не гуляй вечером. Ну, если только со мной. А что вечером делаешь сегодня? Ну, какие у меня здесь дела? Может, подождёшь меня в мотеле? Хочу тебе одно место показать. Думаю, тебе понравится. Хорошо. Стой! Стой! У ловца и зверь бежит. Здорово. Прими заявление. Какое? О попытке кражи имущества. Понимаешь, ты меня вчера подвозил? Ну? Ну. Кто-то пробрался в дом. Что-нибудь пропало? Нет, мамка его распугнула. Да не вор был, а воровка. Чего вы решили? Во-первых, я в неё палкой запустила, и она крикнула женским голосом. Во-вторых, после неё остался запах духов. И запах такой интересный, я бы его узнала. Слушайте, но у вас же ничего не пропало? Может, недоразумение? А то, что её до полусмерти напугали, ничего? Давай принимай заявление, мы свои права знаем. Да. Ладно, садитесь, поехали в участок. Гранату, походу. Минус тебе, Марина, и плюс одновременно. То, что ты проникла к Боброву, это минус. Не делай так больше. Ты действительно уверена насчёт портсигара Мякишева? Да, он очень похож на работу Боброва. Очень. Я его пробил. Бобров тоже уголовник. Но на зоне их пути с Мякишевым не пересекались, хотя это не отменяет их знакомство. Держим Боброва в уме. Угу. Юрий Михалыч, а плюс за что? Ну, как за что? За то, что подружилась с участковым. Это полезное знакомство. Давай крути из него информацию. Мне стыдно, что я вынуждена врать ему. Ну, а что значит стыдно? Что значит врать? Подожди, ты что, влюбилась что ли? Ох, Марин, ты расставь приоритеты. Я надеюсь, ты не рассказывала ему про свои дела. Не вздумай. Не вздумай. Ты не забывай, он полицейский, а ты до него… Преступница? Юрий Михалыч, нужно было с самого начала все честно ему рассказать, а сейчас все, поздно. Я совсем завралась. Не волнуйся, если я ничего ему не скажу. Марин, мне ведь все равно, кто найдет деньги, мы или полиция. А вот тебе не должно быть все равно. Ну… Так, аккуратней. Куда ты меня ведешь? Тихо, тихо. Так, аккуратней. Ой. Тихо, тихо, я тебя держу. Все, пришли. Стой. Аккуратно. Какая красота. Угу. Я не думала, что у вас здесь такие места есть. Сюда мальчишка любил приходить. Вон там садился, стихи писал. Да ты что, стихи писал? Ты шутишь? Правда? Ну да. Я даже представить не могу. Ну, почитай что-нибудь. Не, ну я не помню. Это сто лет назад было. Ну, раз тихий писал и в такое место привел меня, значит, все-таки романтиком остался. Не думаю. Работу в полиции не располагает. Извини. Я пока не готова. Ты прости, я не хотел тебя обидеть, правда. Ладно. Холодно. Давай костер разожжем. Согреешься? Хорошая идея. Ну, я пойду. За дровами. Марина! Что? По-моему, мы нашли машину Мякишева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова НИЖНЕВАРТ НИЖНЕВАРТ ПО-УКСУРА Редактор субтитров А.Кулакова ПО-УКСУРА Спасибо за информацию. Да, хорошего дня. Брата Мякишева нашли в Нижневартовске. Он там уже целый месяц, коллеги сказали, что он никуда не отъезжал. Так что вычеркиваем его. Но это еще не самое интересное. Что еще? Знаешь, зачем наш Мякишев в кирпичи приезжал? У него там, оказывается, дед в доме престарелых. А старик, к сожалению, не дееспособен, так что придется опросить персонал. Займешься? Да. Товарищ капитан, а вы эту женщину нашли, которая квартиру купила? Гражданку Крапивину? Не, она еще в отъезде. Ну, не кажется, это странно? Как-то не особо. Мало ли какие дела могут быть у женщин. Зачем ей убивать-то его? Он же сам выписался, сам с квартиры съехал. Мало ли, я бы ее опросил. У меня нет времени с ней возиться сейчас. И потом соседи сказали, что она серьезная женщина. Да, знаете, что думаю? Наверняка Мякишев из запроса так выписался. Потому что она ему заплатила. Значит, деньги у него были? Из-за которых его убили? Ладно, разберемся. Поехали, Женька. Не передумал? Может, водолазов вызовем? Да пока их дождешься, там не глубоко я сам. Ну, как знаешь. Ну, что, заводи. Вон туда поеду. Туда. Ну, что дальше? И ты прикинь, ну, девчонка перед ним. И так, и так. Он мне в коту. Нет. Здравствуйте. Стакан черного чая. Будьте добры. Нет, даже не притронулся к ней. Всю ночь про жену рассказывал. Это любовь. А денег ты заплатил? Нет, там все как положено. Жанка мне говорит. Если есть еще такие, присылай. Не дурак лишь. Соня, что ты так бронет? Паша, это же твой друг. Спасибо. Я ему в глаза могу сказать. Паша, ты дурак. Что, баба-то хоть годная? Какая? Жанка? Ну. А что, интересуешься? Ну, интересуешься. Сейчас фотку покажу. Давай. Держи. Слушай, я ничего такая. Я, правда, дурак. Что, телефон новый купил? Посеял свою старую, добрую складушку. Пришлось новую купить. Подожди. Ты ж только недавно жаловался. Мол, денег нет. От слова вообще. В натурею выбрал. Хорош заливать. Чего заливать? Он пошел, купил билетик в магазине у нас. Да? И пятьдесят тысяч сразу. Да ладно? Ну, повезло, так и повезло. А мне бы так. Могу тебе первый шаг подсказать. Уйдешь сейчас в магазин, покупаешь билетик. Верно, девушка? Да, с этим не поспоришь. Скажите, а где я вас видел? Я что-то не припомню. Мы с вами виделись в мотеле. Вы, правда, тогда не совсем в форме были? Я не в форме. Угу. А че ты решишь? Че с ним шел? Молодец, красотка. Тебе сразу на лопатке не в форме был. Да что такое? Опять ничего. Давайте еще один билет. Так сильно деньги нужны? Угу. Считайте, тяжелая финансовая ситуация. Ну, тогда вам нужно другой способ найти разбогатеть. А здесь выигрыш-то копеечный. Ну, почему? У вас один мужчина недавно выиграл пятьдесят тысяч. У нас? Да. Это когда это? Да вот буквально на днях. Да вы скажите этому мужчине, что он врум. Не было такого. Ни на днях, ни вообще. Пятьдесят тысяч, а? Ну, это ж надо такое выдумать, а? Пятьдесят тысяч. Будете еще брать билетик? Я… Привет. Здрасьте, Иважа. Дай Ванечке, а? Вань, как там дела? Слушай, ну мы с тобой молодцы. Машина действительно на дне. Ну, я-то здесь ни при чем. Ну, как ни при чем? Если бы не ты, я бы ее не нашел. Ну, перестань. Конечно бы нашел. А это оказалась машина Мякишева? Вот еще не точно, я думаю, да. А вы ее сегодня поднимете? Ну, не так быстро. Там спецтехника нужна. Это целая история. Ой, держи. Спасибо, тетя Маша. Что, рада встрече? Я тоже. Может, вечером увидимся? Я сейчас заеду в дом престарелых и к тебе. А зачем в дом престарелых? Да нет, по работе. Мы что, договорились? Да, я буду ждать. Все, до встречи. Все, до встречи. Я ведь заедлый грибник в прошлом году шестьдесят килограммов собрал. Правда, не в нашей области, а в соседней. Ты как к грибам относишься? Положительно. Ну, надо будет тебя как-нибудь взять с собой на тихую охоту. Пойдешь? Юрий Михайлович, я волнуюсь, а вы мне про какие-то грибы. Да все нормально. Ну, что? Вышел твой участковый на дом престарелых. И что? Да, но ведь мы туда заезжали. Мы расспрашивали у них про Мякишева. Ты же туда не заходила? Меня медсестра видела. Ничего они не скажут. Я им денег дал, чтобы молчали о моем визите. Не волнуйся. Хорошо. Кстати, про этого Илью. У него правда дорогущий мобильник? Да, я видела такой в магазине. Но он тысяч тридцать стоит, если не больше. Возможно, китайская подделка. А может, он и правда деньгами обзавелся? Он ведь просто автослесарь, да? Слушайте, я видела его реакцию, когда у него про деньги спросили. Он испугался. Хорошо бы было, если бы ты с ним познакомилась поближе. Сможешь это сделать? Ну, что ты как маленькая? Ну, притворись, что он тебе нравится, чтобы он пригласил тебя к себе домой. Давайте что-нибудь другое придумаем. Ну, я же с Ваней встречаюсь. А зачем Ване об этом говорить? Да, он узнает. Ну, поселок маленький. Пожалуйста. Ты так серьезно к этому относишься. Ну, ладно, не надо тебе это делать. Я сам проберусь к нему в квартиру, обыщу. Как? Просто выломаю дверь. Да нет, ну, это же получается преступление. И вы что, пойдете на это ради меня? Не надо. Я пошел на преступление, когда начал тебя прикрывать. Чтоб с этим покончить, надо вернуть деньги. Только так. Только так. Хорошо, а если там нет денег? Этот Илья увидит, что дверь взломана, испугается, убежит. Где нам потом его искать? Ты права. Ладно. Я подумаю. Может, что-нибудь придумается. Ну, а что придумается? Я согласна. Ой, Зоя, как вкусно. С ума сойти. Спасибо тебе огромное. Да на здоровье ты, Паша, готовил. А я к курице вообще в любом виде боюсь прикасаться. В курятник вообще не могу заходить. У меня такая аллергия страшная. Я задыхаться начинаю. Да ты что? Ладно. Пашке привет огромное. Спасибо. Я побежала на рейс. Давай. Пока. Пока. О, привет. Уходишь уже? Ага. Привет. Нужнать будешь? Нет. Времени нет. Мне в город нужно. Ага. Все? Возвращаешься к своему пенсионеру? Нет. Просто дела срочные образовались. Зоя, долго рассказывать. Скажи, а у Паши ведь друг есть из города, да? Ну, который в автосервисе работает. Кажется, Илья, да? Да. Поменьше бы таких приятелей. Он обычно после работы в город ездит, если не напьется. А это удобно будет позвонить ему и попросить, чтоб он добросил меня сегодня до города. А почему ты брата моего не попросишь? Он же тебе не откажет. Да мне просто дергать и Ваню неудобно. А Илье все равно по пути. Он бы меня подхватил. Ну, допустим. Ну. Алло. Да, здорово. Слушай, а ты в город сегодня едешь? Ага. А можешь подхватить мое постояльце? Ну, кого-кого, Марину. Ну, это не твое же дело. Короче, да или нет? Хорошо. Я тебе не хворать. Ну, что? Ну, вроде да. Сказал, чтоб подходила к восьми к автосервису. Зоя, спасибо огромное. Ты меня очень выручила. Да. Ты вот так вот каждый день ездишь туда-обратно? Неужели в городе нет работы? Да в городе полно работы. Просто хозяин сервиса мой друг. Он попросил, я не отказал. Ну, то, что ездить приходится. Так это дело я люблю. Ну, ты столько времени на это тратишь. Ну, а че у меня время? Я человек свободный. Меня дома никто не ждет. Была жена, да сплыла. А че ж так? Да все как обычно. Все и денег мало было. А-а-а. Я говорю, ну, потерпи, все получится. Ну, не стала терпеть, ушла. Теперь пускай локти кусает. А ты приподнялся? Это все лотерея, да? Какая лотерея? Нет, совсем другое. Рассказывать пока не буду, боюсь гласть. А мне так любопытно. Это наследство, да? Что-то все любопытное такое. Давай лучше я тебя поспрашиваю. Так ты с Ваней с нашим встречаешься? Ну, мы так гуляли пару раз. То есть ничего серьезного? Почему тебе так любопытно? Ну, дело в следующем. Если у вас, конечно, серьезно, то я тут пас. А если нет, может, мы с тобой отожжем? Ой-ой-ой, а пощечину сейчас не боишься получить? Я тебя вообще-то хотел в клуб пригласить, выпить, потанцевать. Чего тут оскорбительного. Хм. Вон ночной клуб, говоришь. Ну да, а чего нет? Заманчивая. Сто лет не была в клубах. Ну, так что, бабуль? Пойдем? Фипа, на дорогу смотри, дедуля. Хорошо, бабуль. Анна Егоровна, я еще спросить хотела. Гриша последнее время плохо спит. Мне кажется, ему кошмары снятся. Он, конечно, ничего не рассказывает. Что можно сделать? Ну, так сразу не скажешь. Обратись к врачу. Тут разбираться надо. Ну, это и так понятно. Ну, может какую-нибудь травку заварить, попоить его чем-нибудь. Ну, завари ромашку или мелиссу. Вообще, знаешь что, не занимайся самолечением. Вези его к врачу. Ванечка. Ты что здесь делаешь? Мать, пошли телевизор смотреть. Там наши в футбол играют. Ну, пойдем. Вань, я понимаю, что ты удивлен, но может мы поговорим все-таки? О чем? Может, ты все-таки присядешь? Вань. Вань, ты представляешь, он меня бросил. Сбежал. Даже записки не оставил. За то деньги мои прихватил. Не могу тебе ни чем помочь. Подавай заявление по месту жительства. Я ведь не о помощи прошу. А о чем? Ванечка, я прощения прошу. Я обо всем подумала и все поняла. Вань, я так виновата перед тобой. Если бы возможно было все вернуть назад… Да не надо мне ничего, Надь. Тебе Гриша рисунок нарисовал? Да, он тебе не родной, но ведь папой же называл. Не стыдно сыном прикрываться? Давай закончим этот разговор. Я могу тебя проводить. Вань, ну можно хотя бы вас за ночой? Ну, поздно уже в город возвращаться. Скажу маме, чтоб тебя постельило. Повтори. А, спасибо. Сколько? А, спасибо. Сколько? Вань, это ты? Да, здесь она. Мы тут в клубе отвисаем. Нет, ты не подумай. Ничего такого. Слушай, я так понял, у вас не серьезно? Ты же не против, если мы с ней? Да я тебе говорю, не может она сейчас. Я скажу, что ты звонил. Я скажу, что ты звонил! Если захочешь, перезвонит тебе. Пока. Ты чего не танцуешь? Да вот на тебя любусь. Ну, тогда закажи мне еще коктейль, а? Хорошо. Вкусно? Слушай, пойдем ко мне. Я для тебя всю ночь буду коктейли готовить. Ух ты, какой скорый! А я, Марин, как поезд. Правда, пойдем, тут недалеко. Что? Пошли. Держи. Пойдем. Прости, Ваня, хотела тебя побеспокоить. Просто так захотелось побыть рядом. Ать, я же все уже объяснил. Вань, я все поняла. Больше не побеспокою. Хочешь, прямо сейчас уеду? Ну, извини ты меня за этот визит. Больше не приеду. На самом деле мерзко вышло с этим рисунком. Ты прав. Вань, ну просто мне так захотелось тебя вернуть. Но я не знала, как. Зачем меня возвращать? Я же беспреспективный. Твои слова. Вань, да все это ерунда. Ну какая перспектива? Ты мне нужен. Да не нужен я тебе. Нужен, просто я этого раньше не понимала. А сейчас вдруг поняла? А сейчас поняла. Я готова на все. Я готова сюда переехать жить. Только скажи, Манечка, если ты меня простишь, поверь мне, ты не пожалеешь. Ой. Илья. Ой, Боже. А знаешь, ты иди в душ сходи. Я просто не люблю, когда перегаром пахнет. Может мне еще побриться, а? Это отличная идея. Две минуты. Засекай. Я в бейлере. Ого. Я не требуя бейлия –ỏة. produка чайки. Замок. Минь. Я себе сделаю, как лучше sex. Наш. Ну, Вань, ты вспомни, как нам было хорошо, но нам ведь было хорошо, правда? Ладно, обещала, что не побеспокою, как дура. Какое такси вызвать, чтоб быстрее приехала? Не надо такси. Хочешь присоединиться? Пойдем. Илья, я, видимо, перебралась с коктейлями, мне нехорошо. Я вызываю такси. Подожди, подожди, ты что, динамичный? Пойдем. Ты меня спросил, серьезно ли у меня с Ваней. Так вот, отвечай, у меня с ним все очень серьезно. И я советую тебе, будто бы нашел с тобой маленькое ко мне недоразумение, никому не трепаться. Для тебя же лучше. Понятно? Понятно. Ну, обидно. Я думаю, ты это переживешь. Зоненька, извини, что поздно. Ну, как с Ильей повеселилась? Так он меня просто довез. Ну, да ладно, я все знаю, что на дискотеке там отжигали. Брат, между прочим, мой в курсе. Он тебе звонил, а трубку или я взял? Ну, что, теперь глаза мне выцепляешь? Нужна ты мне. Иди давай спать. Хотя меня это неприятно удивило. Вань, а как нам лучше объяснить твоим родителям все? Что именно? Ну, то, что мы вместе. Ну, давай пока моих родителей оставим в покое. Погоди, но мы ведь вместе, да? Пойдем, мойся. Вань, ты не ответил на вопрос. У тебя сейчас бекон пережарился. Не люблю пережаренный бекон. Звучит музыка. Здравствуйте. Здравствуйте. А где Иван? А в ванне в ванной. Ясно. А вы... Я? Я хорошая знакомая, Ваня. Вчера из города приехала. Вы присядьте. Мы с Ваней собрались завтракать. Вы можете нам составить компанию. Да нет, спасибо. Я потом зайду. Ну, как знаете. Приятного аппетита. А, конечно, мам, я тебя заберу. А сколько нужно заплатить? Я все привезу. Да. Нет, мамочка, у меня все замечательно. Честное слово. Все, пока. Марин, подожди. Ты не хочешь поговорить про вчерашнее? А что конкретно тебя интересует? Марина, я, может, что-то не понимаю, но ты сказала, что будешь ждать меня. Сама поехала с Ильей в клуб и развлекаться. Я ни с кем не развлекалась. Илья просто довез меня до города. Вот и все. Я все равно ничего не понимаю. Но ты бы попросил меня подвезти, но... Вань, помнишь, я тебе рассказывала про своего бывшего мужчину? Ну? Он написал мне. Попросил о встрече. И я согласилась. Зачем? Потому что я хотела порвать с прошлого. Но вот ты сейчас просишь у меня объяснение. Ваня, я не хотела тебе ничего объяснять, поэтому и не просила подвезти меня. А как же клуб? Господи, дался тебе тот клуб. Я туда... Ну, приехала на полчаса. Я хотела расслабиться, отвлечься. Я в полночь была уже в мотеле. Можешь у сестры своей спросить. Ну, ты ведь тоже зря времени не терял? Да это просто знакомо. На заехала... Просто переспать! Марина, ну, извини, ну, прости, но ты тоже хороша. Я приехал, тебя нет. Потом этот звонок, Илья взял трубку. Ну, чтоб ты подумал на моем месте. А я бы, Ваня, поспешных выводов не делала бы. Марин, ну, прости, я виноват. Ты ни в чем не виноват. Ты свободный. Я свободная. Все прекрасно. Марин, ты молодец. Кажется, ты нашла убийцу. Не кажется, это точно он. Если бы вы слышали, как он говорил о своей бывшей жене, мол, вот раньше она вопрекала его нищету, а теперь будет локти кусать. Я согласен, не похоже на совпадение. Значит, какие-то деньги он уже потратил. Надо скорее найти, где он прячет остальные. А то ведь нечего будет возвращать. Так прижмите и допросите его хорошенько. Так он и сознался. Это ж не просто деньги на улице нашел. Это же убийство. Тем более, что у нас нет точных доказательств. Только все испортим. Юрий Михайлович, я... Не пойду к нему больше. Почему? Потому что мне надоело врать. Вот. Я и так с Ваней поссорилась. Я вообще не врала за всю жизнь столько, сколько вру сейчас. Я понимаю, что неприятно, но... А что же тут еще поделаешь? Я не могу. Эта ложь, она меня просто разрушает изнутри. Я не знаю. Делайте все, что хотите. Я к нему не пойду. Вообще, мы зря все это затеяли. Нужно было изначально идти в полицию. В полицию сейчас не поздно. Если подозрения насчет Ильи подтвердятся, они тебе это зачтут. Поехали? Прямо сейчас? Ну, а когда? Мы и так сколько времени потратили? Мне нужно маму из больницы забрать сегодня. А до этого я хотела еще в ломбард заехать, потому что у меня денег нет. Я бы там, я не знаю, кольца какие-то свои, серьги сдала бы и... Марин, вот возьми. Нет. Нет, нет. Не спорь, возьми. Я не буду. Я сказал, возьми, не надо спорить. Тебе еще деньги понадобятся, между прочим, на адвоката и, возможно, много. Я уж как смогу, помогу. И еще. Надо сразу сумку собрать в камеру. Вы думаете, они... Они меня сразу... Я надеюсь, что нет. Но я не знаю, это следователь решает. Едем? Нет. Ваня, остановись. Полчаса уже рубишь. Застекала, что ли? А тебе на работу разве не надо? Телефоны стираться найдут, если что. Понятно. Я хотела с тобой поговорить про Гришу. Ему в следующем году в школу. Хочу отдать его в языковой лицей. Ты как на это смотришь? Если есть способности к языкам, отдавай. Меня ты чего спрашиваешь? Ну, там-то обычаи неоплатные. Мы-то с тобой потянем. Мы-то? Ну, да. Можно зайти на сайт лицея, там все написано. Прикинь, им подумаем, наши возможности. Надь, нет никаких наших возможностей. У нас в том ничего не получится. Уезжай. Что? А это ночь? Булашенко, извини. То есть, ты просто так меня выгоняешь? Надь. Я поняла. Это та женщина, которая приходила. Все дело в ней. Вань, ты должен был мне все рассказать. Должен. Я ведь как дура поверила тебе. Я тебе ничего не обещал. Мне жаль, что так получилось. Да пошел ты. Тебе всего хорошего. Так, давай. Давай, давай, давай. Осторожненько. Стоять. Странное ощущение. Дай угадаю, как будто бы ты ходишь на костылях, да? Ага, точно. А неужели я к этому привыкну? Ну, а зачем привыкать? Так вот поковыляешь немножечко, а потом на палочку перейдешь. Ну да. Как говорит Дмитрий Васильевич, ну чтоб срослось. А кто такой Дмитрий Васильевич у нас? Ой, я тебе забыла рассказать. Это мой врач, рентгенолог. Мы с ним подружились. Он ко мне каждый вечер захаживал с коньячком и конфетами. Мама. Что мама? Ну, мы просто беседовали. Между прочим, очень интересный человек. Правда, слегка помешанная на лоб. Он мне такое рассказал. Все, потом мне расскажешь, нас такси с тобой ждет. Марина, можно тебя попросить? Когда закончишь консультировать, перебирайся ко мне. Игорь Николаевич вернулся к жене, а я сейчас одна, ну совсем не могу. Договорились. Марин, а ты скоро закончишь свои командировочные дела? Скоро. Надеюсь. Привет. Здорово, ты не шутишь. Чего пришла? Стыдно мне за вчерашнее. Ну вот, извиниться пришла. Тебя чего, Вань-то прогнал? Почему? Я сама не захотела. А чего так? Да тяжело с ним, он правильный какой-то. У Вани он такой. А от меня-то чего надо? Илья, ты мне сразу скажи, если я не по адресу, мне деньги нужны. А я знаю, что они у тебя есть. Я одному человеку задолжала. Сто тысяч. И завтра последний срок. Если я не верну, он сказал, что ноги мне переломает. Ничего себе. У тебя красивые ноги. Мне их жалко будет. Спасибо. Да, я понимаю, что поступила по-свински. Я прошу прощения. Я умею быть благодарной. И я могу все исправить. Тем более, ты мне нравишься. А вот это поворот. Слушай, так ты в долг пришла просить? Или как? Конечно, в долг. Я квартиру свою продаю. Как только я получу деньги, я сразу тебе отдам. Ну, не веришь? Я могу паспорт тебе оставить. А этот друг твой, он подождать не может? Не может. Если бы ты его увидел. Ну, иди в полицию. Да он сам полиция. Ну, хорошо. Ну, допустим, я найду тебе деньги. И что мы с тобой дальше делать будем? Что? Что? Предлагай. Ваньку бросишь? Что? Ваньку бросишь? В Турцию со мной полетишь? В плечо. В плечо. Ну, хорошо. Найду я тебе сотку. Только никому не рассказывай, а то набегут желающие. Конечно, Илья, я никому не скажу, я обещаю. Правда? Я... Ой. Прости, я. Только если обманешь меня, я и сам могу ноги переломать. Смешно. А то. А почему ты одна ходишь? Я же предупреждал. Я решила прогуляться. Что ты так за меня переживаешь, Иван? У тебя ведь подруга есть, правда? Да нет у меня никакой подруги, Марин. Подруга сбежала? И ты ко мне пришел. Марин, ну хватит. Ну, хватит извить. Ну, прости меня. Прости, что плохо думала тебе. Да я дурак был. Да никакой ты не дурак, Ван. Я сама во всем виновата. Мне нужно было тебе с самого начала все объяснить. Марин. Пойдем ко мне. Пойдем. Пойдем ко мне. Пойдем ко мне. Вот тварь. Скотина. Мне так хорошо с тобой, Ваня. А сегодня с утра я испугалась, что потеряла тебя. Это и я испугалась, что потеряла тебя. Но я сейчас боюсь, что ты исчезнешь. Ты ведь не исчезнешь? У-у-у. Ну, ты много по мне не знаешь. Если узнаешь, может быть, сам не захочешь быть рядом? Ну, ничего я не знаю. У тебя пятеро детей? Ерунда, я люблю детей. Ну, дай угадать. Может, ты преступница? Ну, тогда это сложнее. Нет, я не преступница. Надо тебя по базе пробить. Как твоя фамилия? Не смешно, прекрати. Ой, прости. Ваня, я должна тебе сказать. Черт он. Что это? Короче, ты это… Дверь закрой. Да. Куда ни выходи. Ваня… Что творите, мужики? Ой, не знал, что ты приехал. Ты чего живой? Да живой. Нормальный нос. За что ты его так? Он знает, за что. Может, объяснишь, Паша, что происходит? Ваня, я его бил за то, чтобы на Марин не пристал. Она ведь девушка моего друга, правильно? Спасибо тебе большое. Я могу сам за Марину постоять. Да, чего-то не подумал. Да все в порядке, товарищ капитан. Да, машину вытащили. Стоит у участка, ждет вас. Только завтра? Да ничего я не залапаю. Хотите, пломбу поставлю на дверь? Все, договорились. Что вообще? И, там, кто сидит. Там, которые собрали пл时, которые так притут. А spot с ароматами нужно купить. Да, всё. ől Quem ничем interpreушете? Когда рекомендуют, знаешь, ну, мы пришлиermинные два, ты поживаешь! А что черт� Тер möchteçon на ROBERT не обидаチービове см attскилlerde �ive ламени. Ножед geç był, это то, что ли, а что она не üечитopolit antinostная дно-дно? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Давно ждёшь? О. Сейчас, прости. Сейчас, секундочку, сейчас. Что там такого интересного вам? Пытаюсь понять, можно ли восстановить телефонные данные, если он в воду упал. По телефону ранил? Не, не я. А, вот. Если в речную воду, то можно, если в морскую, то нет. А что за телефон-то? Да. Это раскладушка старая. Я думаю, что это Мякишева в машине его нашел. Ух ты, как интересно. Слушай, Вань, погоди, а он у тебя с собой? Кто ж такие улики с собой носит, Марин? Он у меня в сейфе. Завтра эксперту покажу, он еще и остановит. Юрий Михайлович, в затонувшей машине Иван нашел телефон Ильи. А почему ты уверена, что это телефон не Мякишева? Да потому что у Мякишева был другой телефон. А у Ильи старая раскладушка, которую он потерял. Ну, тогда все совсем плохо. Ну, а что здесь плохого? Смотрите, полиция сама выйдет на Илью и на деньги. Вы заявите об ограблении, деньги вам вернут. А я не при делах. Так что все складывается замечательно. Ты наивная. Если полиция выйдет на Илью, денег мы никогда не увидим. Он же не дурак совсем, чтобы сознаваться, что забрал деньги. Знаешь, как все будет? Как? Он чистосердечно покается, что случайно пришиб залетного мужика по бытовухе. Потом испугался, стал заметать следы. Годика через три он выйдет по УДО, а Динюшки будет ждать его в укромном месте. Вот так вот. А нам что делать? Надо выкрасть улику. Я ничего украсть не собираюсь. Правильно. Ты не должна рисковать. Пусть убийца сам рискует. Привет. Деньги достал? Денег нет, а для тебя никогда не будет. Почему? Ненадежная ты. Я для тебя стараюсь. Пути лица, можно сказать. А ты в это время с другим отвесарь? В смысле, Илья, я сейчас не понимаю, с кем. Слушай, хватит прикидываться. Я вчера ночью в мотыле был. Ваньку там видел. Скажешь, не от тебя выходил? Ну, мы с ним общались. Он ведь сейчас расследованием занимается. А мне жутко интересно. Ты представляешь, он улику нашел. Какую улику? Ну, они машину покойника со дна подняли. А там обнаружили телефон в раскладушку. Ну, такую старенькую. Понятно, в нерабочем состоянии. Но он завтра спецам отдаст, так что, может быть, и восстановит. Вот сколько лет мы с ним дружим. Я не знал, что он такой болтливый. Вот чтобы бабе понравиться, нужно все секреты рассказать. Какие еще он тебе улики показывал? Я больше ничего не знаю. Только знаю, что телефон сейчас в сейфе. Ладно, у меня сейчас дел много. Ты иди вон к Ване или к кому-нибудь еще. А мне пора пока. Подожди, подожди. А денег? Нет денег. Нет. Нету. Все. Водители, есть серьезный разговор? Внимательно слушаем. Вам Марина нравится? Ну, как сказать, мы ее вообще один раз видели. А что? Хочу сделать ей предложение. Как? Вань, да ты что? Вы же несколько дней назад познакомились. Ну и что? Ты вообще о ней что-нибудь знаешь? Живет в городе. Работает в консалтинговой ферме. Нормальная девушка. Да это все не важно, мама. Мы будем узнавать друг друга в процессе. Нет, подожди. Что значит в процессе? Ваня, нет. Нет, нет. Так, так. Такие вещи не делаются. Тут все я не узнаю, мам. То ты меня подгоняешь, то… Да, я тебя, естественно, подгоняла. Но ты меня, прости, не до такой же степени, чтобы вот так вот взять и жениться на первой встрече. Мать, успокойся. Мать, успокойся. Девушка хорошая. Берем без разговоров. Ты-то откуда знаешь? Хорошая она, плохая она. У меня глаз – алмаз. Я же тебя замуж позвал через две недели после знакомства и, представь, почти ни разу об этом не пожалел. Саша, вот скажи, при чем здесь это? Вот при чем здесь это? Ванечка, я тебя очень прошу, не надо торопиться. Подумай сто раз, Ваня. Вань, давай откроем наливочку и все обсудим. Ты как на это смотришь, а? Не-не-не. Мне еще отчет писать, я пошел к себе. Ладно. А ты какую наливочку предпочитаешь? Вот, вишневую или мариновую? Господи боже мой, да мне все равно. Короче, я забыл в участке документы. Быстро туда-обратно. Ладно? Да. Трудно. Да. Ну вот, она охрана. Трудно. Ну вот. Да. Ну вот, ладно. Парануэ. Трудно. Ну вот, я-ка. Ну вот, я-ка. Деньги. Трудно. Номер. Трудно. Я-ка? Сатья? Ну вот, ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Уходи, стрелять буду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Стрелять он будет. Арматура не стреляет. Ну, спасибо, Вань. А то я уж твой сеев замучился вскрывать. Давай. За что? За любовь. За что? Да что ж такое-то? Что случилось? Я до Вани не могу дозвониться. Он трубку не берет. Давай, я родителям позвоню. Зоя, спасибо. Да. Анна Егоровна? Это Марина. А Ваню можно? А давно ушел? А вы не знаете, телефон у него с собой. Я просто звоню, звоню ему, а он трубку не берет. Ну, конечно. Спасибо. Два часа назад он ушел в участок за документами. Обещал туда и обратно, до сих пор не вернулся. Ну, что значит, он в участке работает? Бывает так, что он там ночует. Телефон разрядился. Да, я просто нервничаю, но я лучше схожу в участок. О, охота тебе туда ночью-то переться. Ваня. Ваня, что? Ты что здесь делаешь? Я же сказал тебе дома сидеть. Боже мой. Что такое? Что случилось? А? Улику крови, что случилось? У тебя кровь. Ваня, что с тобой? Мам, ну ты врач, скажи мне, а? Марина, а ты скорую вызвала? Я не успела. Вызывай к нам. Рана небольшая, но надо ее хорошо продезинфицировать. Пойдем. Нет, держи, держи. Пойдем домой. Все будет нормально. Ничего, ничего. У вашего сына сотрясение, полагаю, средней тяжести. Госпитализация вряд ли необходима. Но в город я его заберу, надо рентген сделать. Не надо. Зачем ему сейчас в машине трястись? Пусть он дома полежит. А завтра мы его осторожненько привезем. Конечно. Так будет лучше. Анна Егоровна, постельный режим гарантируете? Гарантирую. Если надо будет, я его привяжу к кровати. Ну, славно. Можно мне к Ване? Марина, мы укол сделали. Не надо его беспокоить. Приезжайте завтра. Я вам обещаю, если все будет в порядке, я завтра вас спущу. На пять минут. Голубчик, пожалуйста, отвезите Марину в мотель. Хорошо. А тебе что, совсем к крыше поехал? Ваньку зачем? Уже у меня выход был. Если б телефон попал к спецам, нам всем каранты. Поэтому я нас спас. Ты понимаешь? Да тихо, ты дебил. Зору разборишь. Что ты к разговариваешь? Овсяк перепрятал. По морде мне дал. Это вообще не по товарищу. Ну, телефон бы не посел. Правильно? Валять, Люда. И молись, чтоб Ванька выжил. Паша, ты мне деньги отдай. Я свалить хочу. Да дам я тебе деньги отдам, Илюша. Но когда все уляжется. Я же не только за себя переживаю, за нас все переживаю. Я еще раз тебе говорю. Деньги мне отдай. Да че ты не понял, что Илюша? Ты Паша скотина! А если бы Ваня погиб по нашей вине? Нет никакой нашей вины. Мы не могли знать, что он вернется в участок. Ну, я правда больше не могу. Как все это прекратить? Почему сейчас-то прекращать? Когда мы уже у цели. Мы уже знаем, кто убил Мякишева и забрал деньги. Так ведь? Так. Марин, больше никто не пострадает. Я тебе обещаю. Ты мне веришь? Какая красота, а? Мы так живем в своих коробках и не видим вот такой вот красоты. Как ты думаешь, Зоя в курсе всех этих дел? Я в это не верю. Она такая женщина славная и брата любит. Мне, честно говоря, страшно за нее. Она в мотеле одна. Мужики эти, на нервах все. Особенно Илья. А Павел… Что, Павел? Я сегодня с утра видела в окно, как он из машины вытаскивал что-то длинное, обернутое в тряпку. И прятал это в сарае. Мне кажется, это было ружье. Интересно девки пляшут. По четыре пары в ряд. Вот смотри, что я привез. Что это? Пора прекращать всю эту нашу операцию. Сейчас я тебе объясню, что нужно сделать. Все? Съезжаешь? А, да я в город по делам уже завтра с утра вернусь. Я же не могу Ваню одного оставить. Должна быть рядом с ним. Так, и вызвать их? Сама доберусь. До завтра. Пока-пока. На. На кухонь неси. Что? Что тебе в больнице сказали? Сотрясение средней тяжести. Сказали отлежаться. Ну, правильно. Лежи. И никуда не выходи. Слушай, меня Чесноков спросил, кому я про увлеку рассказал. Я сказал, что никому. Я правда никому не рассказал, кроме тебя. В смысле, ты на меня думаешь? Да нет, конечно. Просто пытаясь выяснить, где произошла утечка. Ты не могла там случайно где-то ляпнуть на людей? Да нет, конечно, Ваня. Ну, ты вспомни, мы с тобой тогда стояли около киоска. Там вокруг была куча народу. И мужики за соседним столиком, и эта сама продавщица. Да услышать мог кто угодно. А, мужики. Ну, конечно. Ты даже не подумал. Ну, что? Надыхай. Угу. Какие темпухи классные. Правда? Угу. А любимые? У тебя с собой они? Да. Уж накапывай мне пару капель. Платочки. Я буду нюхать тебя, вспоминаю. Ты что, серьезно? Да. Здравствуй. Опять ты? Я вот попрощаться пришла. В город уезжаю. С чего бы это? У нас же с тобой вроде не те отношения. Те не те отношения, но ты мне симпатична. Я тебе об этом уже говорила. А? Хоть и денег мне в долг не дал. Ну, хватит заливать. Чего в город-то едешь? У тебя ж тут ухажер, он, раненый в голову. Да дела всякие. А об ухажере есть кому позаботиться. И родители, и сестра. Хотя ситуация у нее сейчас не сахар, конечно. Какая ситуация? Ты не слышал? Нет. Так от нее, кажется, муж уходит. Ничего. Ну, Зоя нашла у него в телефоне какие-то неизвестные номера. Как оказалось, он заказывал по ним авиабилеты. Зоя тебе вот так вот взяла и все рассказала? Да я в этот момент рядом с ней была, стояла. Все это и видела. А в мотеле есть сейчас постояльца? Да нет, я вот одна была. Алло, Паша, это я. Я к тебе часов в десять заеду сегодня. Нет, ничего не случилось. У нас с тобой старая проблема. И нам надо ее сегодня решить. Ну, вот молодец. Молодец, молодец, старик. А что не отказываешься? Все, давай, скоро будем. Ну, ладно, Илья. Счастливо тогда. Пива будешь? Нет, нет. Такси уже приехало. Счастливо. Эй. Ноги свои красивые береги. Пока. Ваня, ну это бог знает что такое. А что случилось? Тебе нужен полный покой. А ты устроил тут прием граждан по личным вопросам. Тетя Зина пришла? Да. Пусти ее, мам, на минутку. Это очень важно. И чтобы это было в последний раз. Тетя Зина, здравствуйте. Ой, привет. Сюда, сюда, сюда. Привет, Вань. Присаживайтесь. Вот сточка. Ага. Вот, вот, вот. Ага. Я по поводу недавнего ограбления. Ты что-то узнал про эту женщину? Вы говорили, что запомнили ее запах духов? Да. Сейчас сможете определить? Наверняка. Определю. Потому что у меня же зрения нет, а слух и вот нюх, это все в порядке. Вот платочек. Держите. Кто она, Вань? Что ей надо было в нашем доме? Я пока не знаю. Ну что, чудеса шпионской техники, не подведите нас? Почему вы так уверены, что ваш план сработает? Я вижу два варианта. Первый. Они начнут деньги делить, и тут я их накрою. Ой, а второй? За второй не будем пока, но он тоже хороший. Ага. Смотрите, это он. Юрий Михайлович, это Илья. Ну все, с Богом. Тихо. Здорово, старик. Бабки уже поделил? Хочешь забрать? Ага. На все сто. Давай. Хорошо. Что это? Вы слышали? Слышал. Похоже, это третий вариант. Они не поделили деньги и один замочил другого. Юрий Михайлович, обещали, что больше никто не пострадает. А так и есть. Никто из невиновных не пострадает. Паш, ты что наделал? Послушай меня. Илья был неадекватен. Ворвался сюда с оружием, стал мне угрожать. Он запал на тебя, напился и хотел изнасиловать. Я вырвал оружие, оно случайно выстрелило. Это то, что мы скажем полиции. Поняла? Илья… Илья ворвался к нам в дом. Ты вырвал оружие. Ты зачем это сделал? Послушай. Ради нас, конечно же. Ради нас. Я сейчас сяду ненадолго. И скоро выйду. А может быть, вообще получил условно. Ты и должна сказать именно это. Поняла? Кто мы уедем? Уедем. Уедем, куда ты хочешь. Скажешь? Да? Да. Алло. Полиция? Я попытался его обезоружить. Оно выстрелило. Он упал. Вы сказали, он был вашим другом? Точно так. А с недавних пор начал клеиться к вашей жене. Да. Зой, скажи. А вы пытались говорить с ним на эту тему? Конечно. Но он рассмеялся, сказал, что мне привиделось. Не, я и сам сначала так подумал. Ну, как-то мой друг, моя жена. Но когда сели пить чай… Ну, допустим. Ладно. Вы подтверждаете? Что? Что все было так, как рассказывает ваш муж. Я не могу это подтвердить. Я опровергнуть не могу. Я спала на втором этаже. И когда услышала выстрел, то вышла сюда. Да ты что, Зой? Мы же вместе… Взятьте! Мы же вместе были. Значит, вы ничего не видели? А факт приставания со стороны покойного был? Ну, Илья делал мне какие-то комплименты, но назвать это приставанием… Нет, я не могу. Ты же топишь меня, Зой. Ты топишь меня. Все было, как я сказал. Придется проехать с нами, гражданин. Зой. Вась, надень на него наручники. За что, Зоя? А это Зоя, бабенка, не промах. Она явно знает, где деньги и заберет их. Как поступим? Женщина, я надавлю на нее, она расколется. Потребуется жестко надавление. Не надо с ней жестко. Юрий Михайлович, я уверена, что она не из-за денег сдала мужа. Ну, вернее, не только из-за денег. Да вообще, не факт, что она знала, где они. Я уверена, что тут Павел тайком перепрятал их. Ну, от Ильи и от нее. А что ты предлагаешь? Я завтра с утра пойду в мотель. И глаз с нее не сведу. Ты уверена, что она сразу нас к деньгам приведет? У нас времени мало. Ладно, понаблюдай за ней. Но если она затаится, будем действовать по-моему. Я переночевала у себя в городе, потом на рынок заскочила и к тебе сразу. Марина, а почему ты осталась в кирпичах? После ссоры с своим другом? Ну, я не хотела, чтоб он мне доставал. Поэтому решила в город не возвращаться. Ну, у тебя же есть мама, подружки. Почему именно в мотеле? Странно. Вань, ну что с тобой, а? Ну, ты мне вчера за телефон предъявлял. Сегодня ее я вообще не понимаю, к чему ты клонишь. О, сестричка, привет. Как дела? Сегодня ночью Паша застрелил Илью. Как это? Пашу забрали. Марина, оставь нас, нам поговорить надо. Антон. Зоя, я даже не представляю, как это могло случиться. Знаешь, я не видела. Паша сказал, что Илья ворвалась к нам с ружьем. Какой кошмар. А что он хотел? Марина, давай об этом потом поговорим. Я еду к Паше в изолятор. Еле договорилась о свидании. Подожди. Я с тобой поеду. Мы по дороге все обсудим, а там я тебя в машине дождусь. Слушай, тебе совсем что делать нечего. Ну, я просто переживаю. Я хотела тебя поддержать. Зоя, если это неудобно... Ладно, поехали. Зоя, зачем ты так поступила? Зоя, зачем ты так поступила? Да ты что? Ну, я бы Ваньке никогда ничего не сделал. Это Илья все. А мы бы следующими были. Да мне просто надо было остановить психопата. Почему я не прав-то? А ты в зеркало посмотри, ты увидишь еще одного психопата. Ну, подтвердила бы я твой рассказ. А дальше-то что? Ты думаешь, мне поверили бы? Я бы здесь с тобой сидела. Ну, то есть, получается, ты ни в чем не виновата, так? Дорогой, а я вот на это все не подписывалась. Это вы меня уговорили. Это вы мне сказали, что никто ничего не узнает. А на деле что вышло? Так что, выкручивайся теперь сам. Надеюсь, у тебя получится. Ну, то есть, ты только это приехала сказать? Да? Ты знаешь, зачем я приехала? Мне деньги нужны. Себе все хочешь присвоить, да? Паша, я тебе оставлю половину. Я тебе и клянусь, здоровьем родителей. Деньги будут лежать на том же месте, где и лежали. Ты выйдешь их и найдешь. Ну, пойми меня, Паша, я просто не могу больше здесь. Да ты же могла со мной уехать. А сейчас одна уезжаешь. Отличная жена. Я хорошая жена. А ты уверен, что ты был хорошим мужем? Да, Зоя. Я не идеальный. Ладно, давай наши отношения обсудим потом. Если будет желание. А сейчас просто, пожалуйста, пойми меня. Я должна уехать. Я везде вижу кровь. Я ее отмыла, но все равно вижу. Понимаешь? Ну, скажи мне, ну где эти деньги? Я же знаю, что они в мотеле. Я же все равно их найду. Ищи, Зоя. Ищи! Опа-ка-ка-ка-ка-ка! Охрана! Сегодня ночью мы провели обыск на квартире у Ильи. Знаешь, что мы там нашли? Тот самый старый мобильный телефон-раскладушку. Ну, это еще не все. На руле затопленного автомобиля обнаружены отпечатки пальцев, которые принадлежат все тому же гражданину Гринько. Усек. То есть, Илья убил Мякишева, выкрал улику, а потом у него крыша поехала, он пошел в мотель с ружьем. Ну, предварительно так. Интересно, как он пронюхал про телефон в сейфе? Но, похоже, мы этого никогда не узнаем. Ничего, знаем. Как? Пока рано говорить. Ты куда собрался-то? Да мне в город надо, к врачу. Слушай, Вань, давно хотел тебе сказать, умный ты мужик. А нам такие в оперативном отделе очень нужны. Могу похлопотать. Есть желание сменить обстановку? Ну, вообще-то есть. Пошло, пошло. Пошло, пошло. Зоя! Что случилось? А, да это, курятники, вонище. Паша запустил, надо убраться, а у меня ж на кур аллергия. Респиратор надо купить. Не нужный респиратор, я могу сама прибрать. Не надо, не надо, я сама, не надо. Здравствуйте. Иван? Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Вот так встреча. А вы как здесь? Да я от врача иду. А я к врачу. А кто вам голову разбил? Ну, не хотите, рассказывать не надо, я не приставучая. Иван, а вы позвонили Марине? В смысле? Ну, я же вам надавала телефон дочке. Неужели не позвонили? А дочка очень ждала вашего звонка. Да? Я обязательно позвоню. Вы не торопитесь, она сейчас в командировке, кого-то консультирует. Но, вы знаете, я даже рада, что она не в городе. Все подальше от этого уголовника. Какого уголовника? Ну, это пусть она вам сама расскажет. Ну, ладно, я расскажу вкратце. Она купила квартиру, а там прописан уголовник. Ой, я вас, наверное, задерживаю. Вы меня извините, это у меня из-за ноги дефицит общения. Как ваша фамилия? Крапивина. А что? Извините, Ольга Юрьевна, мне пора. Я спрошу. Выздоравливайте. А, и вы. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юрия Михайловича деньги нашла. Срочно в модель приезжайте. Отлично. Торопитесь. Вот оно как, да? Как же я сразу-то не догадалась. Ты знала Мякишева, да? Значит, знала про деньги. Я сейчас все объясню. Давай. Я совершенно случайно проболтала с Мякишево про деньги, которые есть в нашей фирме. Но взяла и ограбила. Получается, что у тебя соучастница, так на меня вышла служба безопасности. Мужчина тот, который как бы меня бросил, он от них. Зоя, я обязана вернуть эти деньги. Потрясающе. Ну, допустим, ты имеешь право на третье. На третье? Да. Все по-честному. Тебе, мне, Паше. Нет, так не пойдет. Я должна вернуть всю сумму. Нет. Ты чего-то не понимаешь. Ты сейчас берешь третье, а дальше ты уходишь отсюда. Ты просто испаряешься. Ясно? Нет, не ясно. Этого не будет. Дай руку с вами. Дай мне дверь. Дай руку с вами. Ай! Что ж ты творишь-то, а? Степа. Да пусти ж ты волосы! Это ты делаешь зря. Степа! Отдай! Больно же пусти, идиота! Все, девочки, хватит. Деньги я забираю. Я думаю, у вас не может быть к нам никаких претензий. И хочу дать вам один добрый совет. Никому не рассказывайте о том, что здесь произошло. Это в ваших интересах. Вы присвоили деньги и стали соучастницей убийства. Интересно, что на это скажет ваш брат. Все, Марин, уходим? Угу. Вот и все, Марин. Ты справилась. Мы справились. Вы знаете, Илья Михайлович, меня… Мне кажется, Ваня подозревает. В чем конкретно? Он говорит, что кроме меня про телефон никто не знал. И еще что, я не просто так здесь оказалась. Пустяки. Он ничего тебе предъявить не сможет. Да. Может, вы и правы. Но у меня все равно ощущение, что между нами все кончено. У каждой ошибки, Марин, есть своя цена. Ты вот такую заплатила. Что ж тут поделать? Что ты беспокоишь-то? Я не знаю, где мне найти 50 тысяч. Зачем? Потому что в рюкзаке не хватает 50 тысяч. Илья их потратил. Да ерунда абсолютная. Ну, а то вы нашего шефа не знаете. Да он… он за каждую копейку готов удавиться. Слушай, пойдем прогуляемся. Страшно хочется еще раз выйти на обрыв, посмотреть на эту красотищу. Пойдем. Давайте в другой раз, Юрий Михайлович. Нам нужно деньги отдать. Мы отдадим. Пойдем. Ну, что ты… Мы же быстро туда-сюда пару снимков сделаем на память. И назад. Вот ты глупенькая. Я что, убегу с этим? Потому что… Пойдем-пойдем. Досмотрим осень. Не рановато началась, сестричка? Кому рановато мне в самый раз? А ты чего нарушаешь постельный режим? Он не спится. Марина где? Здесь? Зоя, ты серьезно. Марина может быть опасна. Я думал, она соучастницей убийства Мякишева. Где она? Это никого Марина не убивала. Чего ты взяла? С того и взяла. Мякишева убила я. Хозяева! Что желаете? Кофейку у меня заварного крепкого налей. А если мне понравится, я и ночевать останусь. Я к деду приехал. Он здесь недалеко. В доме престарелых. В общем, надо где-то остановиться. Люксовый номер есть? Ага. С бассейном. Чего ты какая-то неласковая? Ну, какая есть. Обычный номер нет, не подойдет. Как грустна наша Россия. Это не я сказал. Это Пушкин. Гоголя сказал. Я в последнюю ходку только их и читал. Мужчина. Эй. Мужчина. Мужчина, вы чего? Эй. Мужчина. Тихо, тихо, тихо. Он меня за задницу схватил. Я ударил кофейником. Я его убила, да? Я его убила. Пульса нет. Не паникуй, не паникуй. Сейчас позвоним Ване, он что-нибудь придумает. Ой, господи. Нифига себе. Да тут миллионы. Паша, ты еще хочешь Ване звонить? А что ты приладишь? Тебе спрятать, деньги поделить. А чего ты сейчас сам об этом подумал? Паша, Паша, позвони Ване. Так, подождите. Надо все обдумать. Я сама позвоню брату. Зоя, Зоя! Брат тебя не сможет отмазать. Да, тебя не посадят, но исправительная работа точно влепят. Нет, нет, он уголовник. Я слышал, его дружки уголовники будут здесь искать. Правильно. Поэтому сейчас делить не будем. Спрячем вместе. Хорошо, потом подумаем. Но я сейчас на мели и одну пачку заберу. Вот такие дела, братец. Зря я пошла у них на поводу. Надо было тебе сразу все рассказать. Мне так нужны были эти деньги. Ты их нашла? Да их Марина нашла. Она ради них сюда приехала. И какая она не преступница, она дура. Рассказала там уголовнику Мякишеву про деньги своей фирмы. Вот теперь расхлёбывает. Марина хочет вернуть деньги. Угу. За ней мужик приехал, который как бы её бросил. Никакой он ей не хахель. Он на службу безопасности. Только мне кажется, он до города её не довезёт. Глаза у него не хорошие. Красотища какая! Юрий Михайлович, вы фотографируйте быстрее и поедем уже деньги возвращать. Понимаешь, Марина, я ведь в этой фирме уже не работаю. Как это? Уволили меня сразу после ограбления. Шеф сказал, что мышей не ловлю. А я теперь и рад, что так получилось. Всю жизнь вкалывал за копейки на какого-то дядю. А теперь хоть поживу по-человечески. Подождите, вы что, не собираетесь деньги возвращать? Юрий Михайлович, а как же я? Ну, вы же сами сказали, полиция, иначе на меня выйдет. Не будет полиции. Ты была права, деньги криминальные. Значит, вы меня обманули. Такова жизнь, Марина. Или нас кто-то, или мы кого-то. Ну что, сама прыгнешь или тебе помочь? Что? Не могу тебя в живых оставить. Извини. Прыгай. Юрий Михайлович, вы же, вы же сами говорили, что я на вашу дочку похожа. Дочка моя, душа заблудшая, паленой водкой отравилась. И я по ней не скучаю. Ты прыгай, давай, у меня времени мало. Оставь ее! Не трогай его! Уйди, ты дура! Ну, не трогай его! Уйди, ты дура! Давай! Тохни! Вот эти деньги тебе нужны, да? Вот эти! Нет, дура! Нет! Стой! Нет! 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 Ваня! Не надо, я сам. Ваня! Он погиб? Не знаю. Если кто-то случайно упал вниз, я этого не видел. Там его машина осталась. А это ничего? Или, может быть, нужно было ее подальше отогнать? Ты говоришь, как преступница. Я тебя просил, Марин. Не втягивай меня в свои дела. Я понимаю, Вань, что ты думаешь обо мне. Но они меня использовали, Вань. Они сначала запугали, а потом сначала этот Мякишев, потом Юрий Михайлович. А ты использовал меня. Значит, ты такая же, как и они. Ну, я не хотела тебя использовать. Почему ты мне сразу все не рассказала тогда? Ну, я не решалась. Я не знаю. Потом момент упустила. Ну, ты ведь какой благородный. Я просто... Не знаю. Я... Я боялась тебя потерять. Как собираешься деньги возвращать? Деньги оказались черным наломом. Так что в полицию о них никто не заявит. А, вон как. Пусть твоя совесть чиста. Я рад за тебя. Почему? Я виновата. Я это понимаю. Прости меня, пожалуйста. Куда тебя подвезти? Вань, ну... Ну, что мне сделать, чтоб ты меня простила? Ну, я не знаю. Ну... Я люблю тебя. Город въезжаем. Где остановить? Ой! Не разбудила маму? Да что? Это я телевизор смотрела. Ой! Ну, здравствуй, доченька. Закончилась твоя командировка? А, да. Мам, я поживу у тебя, хорошо? Что? Уголовник вернулся? Да нет. Он уже не вернется. Никогда. Пойдем, я тебя покормлю. А, кстати, сегодня видела Ивана. Представляешь, выходит из больницы, голова перевязана. Я говорю, кто это вас там? А он молчит. Доченька, ты что? Доченька, ты что? Маришенька, Маришенька, что с тобой? Девочка моя? Мам! Мам! Ну, что дальше со мной будет? Еще налей. Шесноков думает, что Мякишева убил Илья. Но мотив все равно не ясен. И? Пусть так и думает. Не вижу смысла его переубеждать. Спасибо, Вань. Ты же не преступница. Смысл тебя наказывать? Ты и так вон уже наказана. А что теперь с Пашей будет? Должны отпустить под подписку. Правда? Если честно, даже не знаю. Зоя, я в город перевожусь. Буду работать в оперативном отделе. Жили мы обеспечим на первое время. Поедешь со мной? Ты серьезно? Да. Но жить будем скромно. Вань, да какая у меня разница? Ты же знаешь что, я неприхотливая, я работу сразу найду. Да, знаю. Ты найдешь. Да, я поняла. Собеседование в одиннадцать тридцать. Я надеюсь, вы мне тоже подойдете. До свидания. Марин. Здравствуй. Здравствуй. Слушай, мне важно знать. Ты сказала, что любишь меня. Это правда? Или... В образе, может, была? Я могу повторить. Хочешь? Хочу. Я люблю тебя. А теперь ты. Что я? Ну, ты мне не раз об этом и говорила. Серьезно что ли? Да. Я люблю тебя. Что я не слышу? Я люблю тебя. Вань, громче говори. Да, ну скажи... Я люблю тебя. Подписывайся. Я люблю тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok